всех приветствую на канале для пострадавших от психотеррора с вами я андрей шутов и со мной новая девушка к сожалению молодая которая тоже пострадала от этого страшного явления и пыток психотеррора над ней тоже происходит это страшное явление в общем представьтесь расскажите что с вами произошло всем привет меня зовут марина я из москвы точнее я из подмосковья и сейчас я живу в москве расскажу свою историю с чего у меня все началось и что происходит сейчас до сих пор наверное нужно начать с детства давид с первых звоночков которые были это проблемы со здоровьем а именно очень большие проблемы с костями потому что еще даже когда лежала в маленькой кроватке не знаю сколько мне было полтора два года мне жутко выворачивали все кости эти мещения были просто невыносимые и единственное что как бы врачи рекомендовали моей маме это что единственное она могла сделать чтобы облегчало эту боль это она растирала меня каким-то раствором типа спирта то есть каждый раз когда ночью это вот буквально может быть даже через ночь там до через день все эти дела начинались именно ночью она растирала все мои суставы все мои локти руки ноги может даже шею не знаю меня все это сводила выворачивала только когда меня натирала вот этим вот вонючим алкогольным раствором мне это все проходило как говорили врачи типа это нормальное явление это у многих когда рост скелета опережает ну как бы взросление до рост всего организма внутренних органов и мышечного вот этого мужчины массы и из-за этого типа ребенок испытывает такие боли но еще прошу заранее прощение за то что буду кашлять потому что сейчас у меня у моих домашних непонятный кашель неизвестного происхождения который почему-то очень долго не проходит вот и так да и еще у одного пострадавшего это все террора я тоже слышала такой рассказ что в детстве очень сильно у него ломила кости я к сожалению не помню кто именно это был потому что я уже очень много историй всяких прослушала и русский русскоязычных и англо-американских австралы австралийских представителей так далее вот это что характерно для девочек для мальчиков в том числе у меня брата такая история была вот опять таки для тех кто был жертвами психотерроров то является им почему-то чуть ли не через 1 удаляли бланты в детстве вот именно у мальчиков почему-то именно по горлу такая тема часто происходит в том числе это было с ним братом и к сожалению сочувствует царстве небесным да брат старше меня на 13 лет и я поздний ребенок в семье не родила мама 40 лет вот и практически сразу как она меня родила у нее началась на пауза и в этот период до скажем так мы в 5-6 лет с ней конечно тоже происходили невероятные вещи которые она я думаю сейчас находясь здравом уме никогда бы не совершила поэтому я тоже сейчас более чем уверена что мою маму было воздействие в период когда я была еще много ребенка вот потому что она и выгонял меня из дома и пыталась вызвать психиатричку на те действия которые но вот не стоило бы делать там за какую-то провинность в школе за то что с какой-то девочкой там я поменялась или в садике кофточкой и в общем ее это все так раздражало и она выходила из себя она говорила что мой ребенок не может себе так вести я сдам тебя в психушку там тебе тетенькина у то есть для меня это просто дикость была я тогда еще не понимал что и в принципе ты даже я честно тебе андрей скажу я до вот этого года пока все вот эта тема с психотеррором со мной вновь не началась вот эта открытая фаза я на свою мать очень сильно обижалась я была обижена я считала что она придавала меня и так и когда я начинаю с ней заводить разговор на эту тему она утверждает что я выдумщицы сказочнице что этого ничего не было понимаешь как они делают они просто человек стирает память я говорил технология разделяю стравливая властвую то есть им главное ставить человека сделать так тайно все они действуют в нем как дьявол как весы то есть чтобы реакция была именно от близких понимаешь если какое-то преступление совершено а не сделать так чтобы на тебя и думали чтобы завести продолжай да я сейчас суперсти пожалуйста открою свои заметки потому что сегодня вообще тяжело думается и есть без того не что да ладно временно сколько еще тоже хочу такую вещь сказать как мудрость предков потому что может быть это не очень относится к моим родителям но по крайней мере это относится именно к их родителям то есть к бабушкам да я дедушка к сожалению ни одного не застала живых так как поздний ребенок но вот он например бабушка по маминой линии она была очень набожная и она очень истрекалась всех всех людей то есть даже я когда была маленькая и прижалок не в гости я всегда была немного удивлена почему а человек живет такое закрытое эскетичной жизнью и практически ни с кем не общается вот на там крестила себя крестила меня крестила всю еду которую там было накрыли которую было был накрыт стол вот и в принципе меня и свою дочь мы на это мучила и всегда говорила какие такие прописные стены ни с кем не знакомиться ни с кем не общайся будет всегда на стороже подружек там нет но от всякие такие вещи а я почему-то когда была маленькая у меня была немножко главе другая реально сформирована то есть я была максимально открыто максимально ко всем добра и так далее я считала что быть закрытым человеком вот настолько осторожно относиться к окружающему миру это наверное что-то с этим человеком не так он жизнью обиженный биты и так далее поэтому он так себя ведет вот и в принципе я даже вот против сегодняшней психологии против сегодняшней эзотерики коучингов которые утверждают что нужно быть максимально открытым что нужно ничего не бояться что если там бог не позволит из зимового ласка с твоего своей головы не упадет и так далее я считаю что это все обманщики либо это просто не умные люди которые дают информацию людям как не стоит жить вот потому что все таки нас вот например до пострадавших от вот этого явления жизнь научила тому что ты должен быть всегда на сторожа и они делают из нас тех же самых психологов которые уже выходя на улицу за версту они видят кто блин агентура кто не агентура кто сейчас будет как прихвостить за тобой ходить по улице а кто обычный человек и мне вот почему так показалось что именно моя бабушка она может быть она даже не знала почему она себя именно так ведет почему каждый человек у нее под подозрением и я знаю что когда к ней приходили какие-то гости даже да она их рассматривала она присматривалась к ним с ног до головы пока она не осмотрит не убедиться в том что это нормально адекватный человек она даже не разговаривала понимаешь вот возможно даже вот эта фигня в которой мы сейчас все возможно даже есть давно просто сейчас уже в силу этих самых технологий ее намного проще осуществлять вот я каком-то таком вывод пришла кстати но рядков верно это верно просто это все усовершенствовало сейчас и до доступ не стал абсолютно и по поводу пятки с чего все это началось еще давно мне как и к сейчас ужасную вещь скажу вот мне как и моим подружкам с которыми я была но там последних в детском саду то этот переходный период детсад и потом ты идешь в школу в 5-6 лет вот у нас рано пробудили именно сексуальную так сказать за интерес и солнце что ли к противоположному полу и не только и к девочкам там тоже вот я просто хочу даже без подробности не хочу подробности рассказывать не хочу сказать что вот те мрази и ублюдки которые это вытворяли со мной с девочками с которыми я училась и была в детском саду они наверное получали от своих от этих действий кати педофилам разе очень хороший о очень хороший такой приход наверное они очень радовались тому что они делали и видели вот и я тоже долго не могла принять то что это было в моей жизни то что это делалось через меня и через подружек с которыми я общалась а потом опять таки вот на пространстве американском да вот этот таргет это индивидуал я услышала историю одного чувака о том что действительно есть такая программа в америке она называется в эту программ если не ошибаюсь в эту программ которая направлена на то чтобы пробуждать в первую очередь в девочках ранний сексуальный интерес и за счет вот этих вот детских их фантазий мастурбации и прочие дряни выкачивать из них жизненную творческую энергию вот это было сказано его устами не могу сказать не смогу указать конкретно на ролик в об этом говорит но я могу скинуть ссылку на его профайл вот такие дела и также он еще там говорил о том что ментал то есть сознание и сексуальная творческая энергия это абсолютно взаимосвязанные вещи и что якобы даже научным сообществом это уже давно доказано вот что возможно подкачали они уже тогда спал на то что нужно было подкачать изменяясь моих друзей когда мы были еще в невинном возрасте можно так сказать ужас андрея ужас и вот я сейчас тебе рассказываю тоже вспоминаю некоторые моменты но просто я хочу уже идти по списку чтобы ничего не упустить а дальше уже если останется время и силу я расскажу остальное что это еще такой эпизод с детства у меня есть у меня была подруга с которой дружила очень любят с первого класса на самом деле это что сейчас расскажу это пример того как обычная семья сдашника может быть его подвержены тому же самому чему и не у нее отец работал фсб обычный прапорщик и не смешиваясь всю жизнь прапорщиками поработал пока не ушел на пенсию семья это была самая незаврядная я бы сказала даже несчастны потому что девчонка с которой я дружила сделать да мы просто уже когда в институт вступили туда в один я в другой не перестали общаться и все это время она была очень сильно влюблено в детстве по новинности значит наркомана с такого героиню прям мак конкретно наркомана который устраивал притон и нич причем жили на 2 лестничной площадке устраивал конкретные притоны они варили значит это эти все химические смеси и когда значит это моя подружка подросла она даже в этом все непосредственно участвовала потому что я вот хотелось как бы спасти этого человека то есть я это говорю к тому что скорее всего вот эти мрази и подонки они настолько могут влиять на сознание человека что даже могут влюбить нормальную молодую красивую в самом расцвете силу девчонку вот в такого до обороны я даже не знаю как человек который в принципе вот из такого образа жизни не вылазил никогда я даже не знаю что с ним сейчас он конкретно варит вот этот вот винт или что они там делают каждый раз каждый день и вот этот отец моей подруги он гонялся там с нычаками с огнестрелом бог знает еще с чем он хотел его поймать не знаю что он хотел с ним сделать еще у этой моей подруги было младше сестра которая также так сказать если внешне судить да на большим умом не отличилась и когда она пошла в школу она стала прямо какой-то такой террористкой которая периодически звонила в разные школы по моему району где жила это подмосковье говорила что вашей школе заложено взрывное устройство то есть ты приз представляешь да вот это вот диссонанс отец у семья фсбшника да и дочь которая подрывает так сказать его его но не то чтобы авторитет репутацию господи боже мой да ты знаешь каково ему было хотя бы вот там работы до среди его коллег и мало того потом же когда мы перестали общаться но мне все равно кто моя подруга рассказала эту историю его пытались убить и это было очень странная история когда участвовал дпс участвовала и службы такси и участвовали какие-то коллеги которые потом как оказалось там суд должен был состояться вели его от самого самой работы до дома то есть это все было грамм спланированная фигня и мне кажется что возможно ему то ли предложили что-то сделать и он отказался то ли он что-то узнал касательно своей семьи и его за это хотели мучка ночь вот так вот но он остался жив он там лежал в коме потом он вроде как бы отошел но после этого если девочка уже больше не общался вот так что от этой фигни не застрахован абсолютно никто не кстати любого человека могут любого человека на планете абсолютно да еще не знаю стоит ли так говорить и не знаю насколько относятся к теме но одна что когда я пришла к этой девочке домой она не сказала что я типа до конца недели в школу не пойду я говорю почему-то не пойдешь она сказали точнее мне папа приехал с работы и сказал что будут взрывать дома в москве я говорю что я говорю во первых это никто не доказал во вторых причем засты и школа в общем я не помню ходила она тогда школу или нет но суть в том что либо на следующий день я бы там через какое-то количество дней произошло вот это вот несчастье в москве кто взрыв да это очень интересно но но это было так дальше я тюнил уже посвящены определенного все тайны да то есть тут непонятно да кто организатор кто за что в ответе но суть в том что была информация которая впоследствии в точности сбылась как было перед с чего все начал это тут открытая фаза с чего она у меня началась мне тогда было лет 16 как раз я окончил школу и поступала в институт когда поступала в институт мне было до 16 лет поступила я на вечерний и мне нужно было в любом случае найти себе хоть какую-то работу потому что мы семья моя достаточно бедная денег никогда не было так как организм молодой я там начинаю понимать что я девочка не хочется красиво одеваться и прочее-прочее я хочу эти работы чтобы себя обеспечить и и это вот какая-то такая глупость в мозгах у людей по крайней мере в то время было что все думали что если устроиться в банк коммерческий то ты будешь жить на мази у тебя будет огромный зарплаты все будущее тебе обеспечено хотя потом как последствия казалось это самая огромная глупость который только может быть потому что банка хорошо зарабатывает только топ и все остальные такие же работники как и я не знаю уборщики менеджеры которые работают с копейки ну короче решил устроиться вот банки на документооборот андрей в банке на документообороте получает столько же сколько получают не знаю студенты первого курса вот в той компании где я сейчас работаю но тогда это были еще меньше деньги может быть это было 7000 рублей может быть это было восемь тысяч рублей это были абсолютные копейки но так как мне нужна была какая-то работа мне нужно было чем-то заниматься до 6 30 до до занятий которые у меня в институте вечером начинались я подумала что это сам подходящее место я не помню где именно я нашла и как я искала как я ездила по собеседованию видимо в интернете и я поехала в этот банк не помню его название не помню где он находился но я помню что это была работа в операционном отделе то есть грубо говоря там распечатываются приходные вот эти ордеры там ставится штамп банк от сегодняшнего числа и ты там обслуживаешь какую-то группу в лиц очень простое на что нужны какие-то какие-то проверки там я не знаю психологически проходить через службу безопасности так далее тем не менее приехала на собеседование и первое что дали это заполнить там психологический тест а как бы вы повели себя в той или в той ситуации там у серии приходит разгневанный клиент говорит что деньги к нему на расчет не пришли и какие ваши действия как вы будете с ним общаться когда в первым делом обратиться в общем я кое-как ответственно все эти вопросы я прошла это собеседование дальше меня повели непосредственно разговаривать заместителем руководителя операционного отдела тоже не сничтожен долго беседу результате я сказала что у меня да там кроме опыта работы в кафе барменом официантом нет ну то что я устроилась я в хорошем институте училась бюджетным хочу перед тем в общем в очень хорошем месте поступил туда своими силами и сказала что в принципе сфера та же самая и я бы вам наверное пригодилась она приняла решение что я им подхожу и она сказала сейчас мариночка еще будет финальный этап мы поговорим непосредственно руководителем отдела которым ты будешь подчиняться поговорили с руководителем отдела все успешно все хорошо все готовы меня взять потом она мне говорит все мы тебя берем мы тебе присылаем offer но тебе сейчас нужно будет взять паспорт паспорт и безопасность я пошла в эту службу безопасности это действительно была какая-то коморка с кранчиками и так далее где они наблюдали читам динка улице на таком углу рядом с банком происходит сканировали они мой паспорт что-то я там посидела 15 минут эти две дамы мои вышли потом заходит и говорит не тебе все мы тебя принимаем на работу тоже абсолютно точно но тебе нужно будет пройти еще одно собеседование отмене там не переживаю это официальная как бы сказать господин ослепляться в общем это официальная часть ничего такого мы не можем как бы это игнорировать тебе нужно приехать будет в тот день когда мы тебе скажем я говорю хорошо и счастливая поехала до мой что значит этого звонка перезванивают говорят приезжайте в банк такого-то числа я приезжаю на это психологическое собеседование первое что меня насторожило это было абсолютно темное помещение с выключенным светом это было переговорная перед сам обычный переговор выключен свет за шторе на все шторы только на одном столе где-то там в конце кабинета включена настольная лампа и сидит значит это дама я подхожу к этой даме еще она сделала так что было очень холодно в кабинете бы исключен кондиционер я помню это жутко заморозилась и и и скукоженная очень сидела течение всего собеседования от холда почему я и не поправить ну видимо потому что еще какая-то маленькая стеснительная такая добрюшка человек пришел к тыр еще и конопта работы не имеет а вот именно в офисной такой среде боялась я всего и она говорит ну хорошо давайте приступим к тестированию хотя мне сказали что это собеседование она говорит тестирование и первое сего она начал а этот тест ты можешь андрей представит тест роршаха слышал об этом тесте значит тест роршаха проводит на людях у которых есть либо какие-то психические психологические отклонения на выявление этих отклонений либо это проводится с маньяками педофилами битами так далее потому что ты если откроешь любой из криминальных сериалов американских и не только но в америке просто очень любит показывать этот тест вот этот тест с кляксами тебе показывают кляксу и ты должен описать какое животное или какая стас у тебя возникает именно при нужно рассмотрение этой кляксу там по-моему 9 или 10 вопрос этих кляксу ты понимаешь то есть они начали тест с этой поебине и каждый раз когда она мне показывала эти разноцветные карточки она делала такой удивленный вид ну что мол ну не такого еще никто не говорил что он видит бака здесь можно видеть бабочку когда здесь ну что-то там другое стараканчик то есть она уже начала значит меня качать по поводу того что что ты не то здесь девочка я что ж тогда не знала что это за тест на ком его проводят тоже тогда ничего не знала и просто вас а вам сказали что это входит для принятия на рабочее место конечно это потом конечно значит я считаю что это было нелегально организованы вот это тестирование на изъятие в моих каких-то способностей моего психического психологического портрета я думаю что просто дали в этом банке на лапу кому надо и вот таким образом они незаконно вот этот свои есть же ведь институты социальной инженерии есть где они проводят незаконные вот эти вот психические психологические тестирования для того чтобы потом этих людей дали вести по вот этому псих физическому террор вот и далее все тесты которые она проводила они были абсолютно ненормальными то есть я сейчас я не помню в подробностях я расскажу то что вот мне запомнилось она мне дает несколько листов а4 и говорит я сейчас засеку там пять-шесть минут ты должна будешь течение пяти-шести минут делать следующее берешь русский алфавит пишешь а большая а маленькая а большая а маленькая первую строчку вторую строчку пишешь бы большая бы маленькая бы большая бы маленькая печатными там или прописными буквами неважно и это нужно было сделать на скорость скажи при каком нормальном трудоустройстве в нормально адекватный банк человека без опыта работу будут блять мощить вот такими тестами а большая а маленькая циферка такая циферка и они какие-то вот я расскажу и всем жертвам значит и слушайте все значит у них существуют агенты везде получается у этих получается нанимается агент спецслужб любое место подсылается этот агент был допустим насколько я понял с этой махинации этот агент был психиатрической больнице это будет короче для того чтобы завести карту на тебя заранее потом когда ты психушку попадаешь себе бы выдали тот же самый тест понял к чему из них еди и прошу прощения короче фишка в том что с тебя с тебя снимает тест и заранее заводит на тебя психиатрии карту карту с твоей болезнью вот она стеснялась тебя ну ты взял у себя информацию все когда ты попадаешь психушку на тебя уже заведена вот эта вот карта и они могут опыт проводить какие хочешь а когда если что-то не так у них есть объяснение она психически нездоровым для чего был тест а для того что ну ты там еще что-то может писала подписывала там я тебе сейчас скажу для чего нужен этот тест да я тебе сейчас скажу для чего был нужен этот тест короче закончился этот грёбаный тест я помню я всю дорогу плакала ехала в электричке приехала заревная а у меня скажем так мама у нее такая галочка по поводу работы что ни в коем случае нельзя оставаться без работы любой нормальный человек советском союзе был прирав если ты не работаешь что-то не ядец и вообще как бы полный ноль и она поняла приехала уже вся в слезах что я эту работу не получу она очень сильно расстроилась прямо на душевную очень расстроилась чипли не со мной расплакалась и она говорит собственно что ты плачешь я говорю вот я говорю там собеседование со мной странно вели она говорит и в каком смысле с тобой странно вели они велика как они должны были это ты просто не прошла собеседование с тобой что-то не так понимаешь и потом они жить и позвонили ей я не знаю была я в этот день дома или нет в этот момент они даже что-то сказали понимаешь и все строить естественно сделать чудо надо ну вот ни к чему и я так понимаю что в принципе этот тест не был рассчитан на то чтобы я начала в себе сомневаться потому что все вот эти вот года это же ведь самый тоже такой юный возраст 16 там до 25 когда у тебя устаканивается мировое восприятие позиционирование себя в этом мире да там поиск предназначение так далее и именно в этот момент они сделали так что выставили мне неадекватные данные этом собеседование позвонили что-то сказали моей маме и она все вот эти года мне при каждом удобном случае припоминала а вот помнишь ты когда ты не прошла этот тест это значит что с тобой а не так а там не с твоими друзьями это значит с тобой не так они со мной то есть это был своего рода тег на который моей мамы ссылалась все время когда у меня что-то не получалось когда с кем-то ссорилась на ссорилась со своим любимым мужчиной и так далее то есть у нее заранее уже был приготовлен этот ответ что проблема во мне что я не уравновешенная что я ненормально сейчас уже когда я с мамой тоже недавно опять поднимает эту тему она уже со мной полностью согласна она признает что тогда еще не но она не понимала сейчас уже эта информация просачивается и через интернет и через телевидение что все эти технологии там большое зло и прочее сейчас уже человек сам понимает в чем было дело она говорит конечно марин я понимаю тебе нужно было просто тогда в тот момент взять послать и и уйти с этого надо было так конечно это же технология эти люди внедряются они все работают на эту систему они не берут таких вот как мы на работы они издеваются над ними это вот у них задумка их как говорится талмуд десятикнижья они постоянно будут это делать если человек приходит который не язык кругов как говорится даже если даже ты не под краской нитью да они тебя никуда не возьмут и против них можно так с этих лозунг то не с нами тут против нас они а тем более если мы уже ну на на нас заведено что-то у спецслужб нужно под клопаком постоянных будут прозванивать их постоянно то есть будут им говорить чтобы они поработали с нами но поработали то уже поняла то есть изуродованном жизнь абсолютно люди это их работа они так живут то есть из нормальных людей всех они в ну ну то есть социуме они уродуют то есть чтобы люди ничего не получали это ворование жизни человека интеллектуально называется вот они так вот живут они берут себе то есть все да главное делают рабов с нас берут за это деньги и в итоге мы ничего не получаем и рабы они получают удовольствие от издевательств удовольствие там вот она психологически на тобой поиздевалась получила типы удовольствия так в том ты делая бренд видела как как какой-то кафедрис она там еще какие-то вещи мне говорила мне даже не хочется сейчас эфирное время на это тратит и тыкала мне и говорила что я ее раздражаю хера меня должно интересовать то что я тебе раздражаю когда я приехал на собеседование твое дело меня выслушать почему мне должно интересовать твое мнение обычно ну ты же понимаешь если есть адекватный человек то есть в любом месте он выполнит свою задачу предписанную ему то есть если он директор он просто скажет два слова все подпишет и пошел то есть одни лустров поделала не что если там что-то еще там какие разговоры о чем то есть сразу понятно что эти люди естественно поставлен для того чтобы поработать ну то есть изуродовать жизнь человеку сказать что-то гадко ну испортить ему жизнь да и естественно это их методы работы расскажи пожалуйста что же было потом дальше ну вот этот случай конфликт с этой змеей прошел там все такое что было дальше по жизни в общем я тоже долго не могла найти работу и так тебе андрей скажу каждый раз когда я меняю место работы я очень долго не могу найти работу то есть скажем у меня даже в окружении есть очень много достаточно не умных людей мягко говоря какие-то такие там турскельтяя такие легкомысленные которых такое отношение к жизни получится не получится устраивается все с первого раза я отправляю резюме на эту же должность его даже не рассматривают понимаешь такие дела и опять вот там еще несколько лет назад опять значит моя мать начинала за по мне сомневаться и говорила марина что с тобой не так почему все твои глупые подружки устроились а ты не можешь у меня не было ответа на этот вопрос потому что у меня аналитический склад ума у меня очень аналитический склад ума об этом говорили все мои учителя даже учитель английского языка что это редкость умеет такой ум и как можно стать и мамам не устроиться на работу я андрей не понимаю снил не понимала я понимаю скажу кратко все слушайте меня лучшего изгоя убить вот но в общем хода бедная тогда устроилась на работу секретарем в такую достаточно хорошую фирму на 7000 рублей но там были премии поблажки и поездки здесь меня в этом плане никаких претензий нет но в один прекрасный день этот не донором лет 17 уже было да может быть и 18 2 курс я приезжаю на работу в 9 утра и мне звонок на мобильный телефон с неизвестного номера значит они не говорят здравствуйте это марина и галимарина марина его значит этот вот мерзкий смех под подонков нет ехидной малолетних вот этих вот ублюдков а мы хотим сказать что мы тебя видим мы тебя всегда видим я пешила я не знала что ответить я молчу они мне говорят ха-ха мы тебя видим а ты нас нет и вешаю трубку я не придала тогда значение ничего подобного связанного с психотеррором с облучением с гамм сталпингу я этого слышать не слышала знать не знала я тогда рассказала конечно об этом у меня у совершенно другие мысли были в голове я искала себя интересовалась разными вещами эзотерика диагностика карма огни йога николай рерихи блавацкий то что мне вообще было не до этого позвонили какие-то придурки шутили и ладно но я об этом случае рассказала друзьям они не сказали марину как бы скорее всего это какие-то придурки которые объелись там кислоты или еще каких-то веществ и просто решили пошутить ну я думаю ладно наверное так и есть то есть вообще даже не застрелами это никого внимания они позвонили все а вот и я бы сказала после этого как раз все и началось значит спустя какое-то время после этого звонка я жила тогда на девятом этаже под мой балкон стали приходить молодежь их там максимум я насчитывала человек 15-20 на обычно это 5-10 то есть прям такими большими группировками они не приходили это были люди которые вот антрея это был 2002 там я не знаю 2004 год когда это все началось но уже тогда все эти ублюдки были с планшетами ты можешь себе это представить у меня просто в этом году в 2000 даже если взять 4 у меня была какая-то странная моторолы рейзер там в 3 помнишь да может быть еще реклама такая была по телеку ищем у меня кредит взяла на этот телефон ну что там камера была 3 , 5 мегапикселей что ты снимешь на эту камеру ничего экранчик какой-то такой маленький печатать неудобно все эти кнопочки сбивая они уже тогда приходили тусоваться под моим балконом этими компаниями и постоянно пялили свои мониторы там телефоны и не могла понять какой интерес этим личностям приходить вставать конкретно под моим балконом там до моего подъезда и что они делали комментировали все мои действия на компьютере заходил или я в яндекс набирала купить себе юбочку да то есть я например набирала мода заказать там юбку на к примеру тебе говорю и они такие заказайте юбку ха-ха и вот этот смех ел привод прямку помню как сейчас это касалось абсолютно все он ты понимаешь да я молодая я не знаю я не знаю что такое цвета психотирол тоже панго из танки конечно же первая мысль что за того но это ведь продолжается каждый день и это не просто какая-то в диалка да про которую которая к сожалению происходит седине у меня не было ступку это были конкретные мрази которые приходили и плечали мне вот эти вещи чтобы я их слышала из своей комнаты то есть там знаешь до чего доходило например поздняя ночь я иду и мне там не часто перекрашивалась в разные цвета по новости по глупости перекрашу там например блондинку свои волосы и там посадок ты покрашиваешься нужно было ходить в шапочке я надевал эту шапочку и разумеется я ходила в ней по дому и они мне кричали какая же ты в этой шапочке я понимаю что человек снаружи человек который не всеми он наверное потом оба они наверное между собой это все обсуждает какие-то свои вещи но я-то понимаю что это адрес на меня направлен и я в этом году прожила несколько лет я каждый день это слышала каждый чих каждый пук каждый вдох и выдох он комментировался и не смеялся и понимаешь короче они уже тогда в тот момент имели девайси которым выдавить да не имели эти девайсы причем ты понимаешь происходящее причем комментировали то они не только то что я делаю на компе да как ты уже понял они и видели слышными мышами разумеется я несколько раз каждый год устраивала полный там переполох в своей комнате я пыталась найти камеры жучки прослушки даже до андрей тогда были сайты когда можно было через там какие-то военные и не военные связи заказать устройство которое обнаруживает блики этих устройств если вдруг они как-то там через стенку установлены я уже копила это стоило тогда 10 тысяч рублей но у меня не было этих денег чтобы купить это я уже хотела какие-то кредиты брать понимаешь чтобы понять все что происходит как это возможно ничего мне не удалось найти 10 тысяч так не скопила сколько там это стоило стоило у меня уже тогда понимала что сто процентов либо это какая-то технология либо просто мне до конца жизни прописаны пусть в дурки я вот так так дожила я тебе честно скажу очень много лет в себе сомневалась я действительно не верила в это я думала что я скажу с ума ну сейчас мы уже в конце концов поняли да да за закапываются на на технологические датчики при операции или как-то еще то есть до вкалываются с вами на это нанимается эта операция во первых стоит очень много денег очень много денег складываются огромные деньги и на нее специально выдаются вот такие вот девайсы для этим дебилом они служат для этой игры пусть они ходят просматривают нас нашими же глазами то человек начинает с помощью этих датчиков передавать им визуальную информацию свои глазки все что мы видим смотреть у себя на этих девайс вот так все мы понимаем что у нас просто чипировали против нашей воли 2010 года это все началось эти все игры и новые проекты вот эти вот как мы уже читаем до квесты 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 до квестовые проекты реалити эти шоу там да с виртуальной реальностью и мы выходят они нас выбрали как неугодных чтобы тестировать эти именно технологии именно технологии вот так расскажи пожалуйста марина что же продолжалось твоего дальше чтобы это все когда ты осознала это страшную эту информацию что какие-то твари копаются в мыслях что было дальше да в общем я решила сменить место жительства потому что скажу может 2012 году 2000 ну так 2011 наверное до 2011-2012 потому что я на тот момент уже поработала несколько лет в одной фирме и ну мне же зарплаты так сказать позволяла снимать квартиру квартиры то застал порядка 25 тысяч рублей в месяц снимать зарплату мне допустим было 45 так как я больше не могла жить уже вот в этом году адищи да это это шизофрении просто полнейший когда комментируется каждое твое действие каждая твоя мысль я решила начать снимать квартиру для начала я попробую снять квартиру в том же городе где родилась уют плод родителей но так как мне было страшно сам понимаешь да девочка от нам я решила снимать квартиру недалеко от родителей в принципе на какой-то момент не то чтобы на какой-то момент а конкретно приход вот этих вот 20 человек мрази она закончилась в принципе вы больше его не было в моей жизни так периодически я могу он перед самым засыпая читая книжку услышать как какие-то комментирования да но это бывает крайне редко я не знаю почему может быть просто это очень дорого уже силой или целесообразно но именно в тот момент когда я начала менять место жительства здесь уже другие же подключаются каналы и самый известный канал это самый популярный это сосуде сверху это вообще отдельная история если честно мне даже не хочется на нее уделять время потому что я думаю каждый кто в нашей теме вот кто наш до свой человек он знает кто это такие люди я ни в коем случае никогда не поверю когда говорят что это вам все кажется это вас настраивают это конкретные люди которые занимаются тем что они бегают они прыгают они долбят они сверлят потому что я например сейчас не обнаживу и в принципе все последние года когда я снимаю квартиру я живу своим мужчиной их он слышит то же самое просто меняет раздражает а его нет вот и все лживым а да это настоящий причем сейчас на квартире на которой мы живем снимаем уже нет какого-то такого буйства да несмотря на то что у них два ребенка две собаки муж и жена как-то вот не могу сказать что мы очень сильно напрягаемся она предыдущей квартире на реально жили психушке то есть там такое ощущение что реально стены были картонными и даже было слышно как вот эти мудаки в квартире сверху они специально серп мусор поют когда пьют чай знаешь это надо так вот делает что было громко слышно и как они ставят эту чашку на стол прям вот было слышно как они делают это все нарочито мне кажется вот когда они заселяются квартиру они специально внизу где пинтусан получается с их не стороны да ну получается наш потолок а у них это пол они дырок специально насверливаешь у меня такой ощущение что дырок конечно было как они по потому что не может быть такая слышимость немного не смогли так застройщики блин сделать я сижу в квартире я буквально мне такое чувство будто бы он до сверлил до моих плинтусов ну потолочных потому что когда я слышу их голоса вот отчетливых разговор слышен можно цитировать каждое слово кванчик запятую все слышно все что он рассказывает все что он говорит как он там хрюкает как он кашляет все слышно полностью будто бы я вот и живу с ним за картонной стеной бетонного перекрытия нет прекрасно понимая понимать что эти козлы делали сверлили скучали да ну в общем адрес что еще хочу сказать что сейчас предыдущими с текущими соседями нет такой критической ситуации но заливали топтали и ломали замки и ты даже не хочу рассказывать что касается предыдущих соседей однажды я когда пришла с работы там часу восемь девять вечера я услышала очень массивные шаги и много мужских голосов то есть я поняла что к моим соседям этим ненормальным пришло большое количество людей я не пони естественно там был ребенок ты понимаешь да что все соседи которые живут над тобой где бы ты не снимал квартиру там всегда есть ребенок потому что нужно обязательно тот кто прыгать в кровати топчет там бегает падает роняет вещи и так далее и значит в этот вечер там было очень много мужчин честно сказать я тогда не смогла разобрать чем они именно говорили вот но потом когда это все закончилось я увидела что вышло может быть порядка 6 там с ними мужичков они были не форме но они были именно вот цивильная депресса и с чемоданчиками с кожанами такими кроссовочками это был не знаю но как мне показалось это как раз было обсуждение меня да я понимаю что тот кто сейчас слушает эту запись понимает что я никто и звать мне никак и кто и такая чтобы пошли от на меня столько денег и меня обсуждать мы с тобой андрей не знаем что скорее всего это было именно так потому что вот те соседи и предыдущие пред предыдущие все которые были моей жизни они все не работали они все не и у меня всегда был вопрос на какие средства вы живете то не понимала я этого так вот я живу этот человек постоянно у него кто-то дома есть там ладно понятно что там за ним надо смотреть ага ну а кто может постоянно топтаться что за инвалидом не работает что за ним к галцов бегать то есть эти люди не постоянно в той квартире да они постоянно бежевым постоянно то есть элементарно даже вот когда до заболеваешь на там греб люди там еще какое-то несчастье случается да там вывернул ногу так далее тебе там нужно грубо говоря в положении лежит я выворачивала ногу два раза потому что я раньше любил бегать заниматься спортом мне нужно было две недели валяться именно валяться желательно с наименьшим передвижением по квартире до отдыхать чтобы все связки восстанавливались так это ты же просто невыносимо находиться на этом больничном доме но есть только беруши называть и получается вместо того чтобы получить должное восстановление там я не знаю успокоение и так далее да там прийти в себя и настроить себя на то чтобы выздороветь побыстрее ты все свое внимание всю свою вот эту силу жизненную ты уделяешь на то чтобы понять как эти мрази могут поступать не могут жить так так далее поэтому конечно моем случае случае твоем и так далее людям лучше не болеть и не конечно не сидит дома не сидеть что иначе может сумасы эти таких соседей я согласен допустим в моем случае работа не работает тебе либо денег не платят либо просто использует твой рабский труд как ну я не знаю за копейку за копейки давай блин ты пашешь соль ну ты знаешь мы же люди праведные особенно я прославлю работа да да лошадь там ты плашешь думаешь это никак не платится ничего это еще тебя разувает еще пусть на работе на черт ну суки суки приходят режут твою одежду мне же как все делаю вот тебя подкалывают типа еще что-то там хотя там никому ничего не должен кто эти суки я не знаю но они тебя подставляют еще плюс да я должен на какого-то там мамона работать допускай копейками тем более он платит деньги же там ну сущие копейки вообще то есть на эти деньги я даже себе я не знаю что на них купить можно если бы я своей девушке дал эти деньги я нам сказал андрей ты еще дурачок что-то мне платье купить только все начинаю чтобы жить то есть это смешно мне они уже мне должны эти пидорасы извиняюсь за французский они мне должны состояние целого выплатить за всю тура андрей я подписываюсь под твоим словом и то же самое говоря при себя только на работа на столько задерживалась на наверное уже должны денег столько отдать за это все за отпахал на это государство просто так всякие объекты сделал все такое халяву причем я работу быстро я шустро я находил работу буквально за несколько дней даже в этом состоянии последнее место работы как они меня лишали они уже понял что бабки могу зарабатывать они сделали так что у меня вообще вырвало на работе просто мозги чтобы вообще не работает не дали мне спать раз пять в ночь то есть я вышел андрей мне было такое у меня было такое спать неделю не давали чтобы мозг вообще не функционирует у меня уже пошли накопления все деньги собрал девчонка моя приезжала нормально потом они рассказываю зрение отомстим еще будет еще наше сказать лучше пути по но потом же они за все ответить за все труды имплантанты которые у нас подстраивали за эти операциями они нам должны порядка 300 200 тысяч долларов еще это огромные деньги все стоит стоим дал право на это кто дал право мое тело трогать вообще ублюдкам этим сволочи твари и слышите меня вы мне должны около наверно полумиллиона долларов за это за все за то что я пережил даже больше за все эти 10 почти десять лет за семь лет и всем жертвам вы должны вы должны огромные деньги финансовые средства выплатить за это внутри я ставлю свою подпись под симптом конечно тут еще внедрение одного этого импланта там огромные стоит сумму огромную него независимо уже говоря об этих экспериментах там это все сот сотни тысяч долларов стоит о чем ты говоришь это опыт и на теле человека на организме человек то давал на это право несанкционированный доступ подсознание в мозг человеку в тело человека в органы человека это глубочайшее преступление такого вообще преступления ни в один век не видывала человечество скажите пожалуйста уважаемый что дальше было да я сейчас в двух словах буквально скажу что пока я училась в институте дают в это ужасное время меня тоже была там не близкая подруга но просто знакомая которая скользь пару раз мы еще тогда общались в айске айска был такой агенда она мне писал я тоже там читать заделась не может быть не так как с тобой а как точно завуалирована тем что со мной происходит да потому что таки душа обеспокоены переживаешь тысяч ответы ты готов у любого человека кто хоть что-нибудь кто-то знает выведет информацию и она мне говорила раз такие вещи писала что типа ты еще не знаешь что со мной происходит и она говорила что бывает что типа я иду по улице рядом со мной останавливается какой-нибудь не знаю джип или тонированная тачка тачка черная станированные стеклами они значит опускает это стекло вниз наставляет на меня камеру несколько секунд снимает и быстро дают по газам я думаю какая-то кому-то нужно но это мои мысли тогда были относительно этой девушки я с ней сейчас к сожалению тоже не общаюсь потому что я считаю что участники вот этого террора да они сделают так чтобы я перестала хотеть с ней общаться потому что меня в один прекрасный показалось что она мне просто тролль вот а когда она мне рассказала в первый раз историю до подумаем что наверное с ней что-то не так как-то за ней какая-то ездит машину кому она нужна снимать ее на камеру с чем не рассказывает какой-то детектив вот у меня были такие мысли и потом даже мы уже ближе к концу 4 5 курса все будет и не общались потом уже после выпуска мы с ней пару раз встретились в кафе посидели болтали вот мне тоже это общение как-то не очень понравилось и мне показалось что она не желает мне чего-то хорошего вот так хотя на самом деле вот оглядываясь я назад и я была не права за зомбирована была на тот момент скорее всего я а не она как-то так но я понимаю что с ней корей всего происходили не те же самые вещи что со мной сейчас то есть я ее немножко сейчас но я от нее отстаю по времени это уже сейчас за мной ездит эти пидорасы и включая свои сигналки мусорамус водоканал это вот я сейчас сижу рядом шоссе и каждая служебная машина андрей которая проезжает у нас сигналка с мигающими вот любая даже какие-то каблуки вот эти самодельные которые прикрепили себе какие-то лестницы оля и я ремонтирую лифты они тоже проезжают с этими мигалками не знаю не знаю есть еще такой момент по поводу облучения я стала обращать на это внимание только сейчас в этом году я почему-то была уверена что меня все это время не облачали но сейчас начинаю споставлять факты и эти вещи которые говорят люди тоже пострадавшие психи террора и не все как один говорит что у них не проходит насморк у них постоянно красные глаза невозможность выдохнуть у рези и неприятные ощущения в сердце а я с этим ящик живу в сети года и я думала что наверное это из-за того что у меня давление либо высокой либо пониженной точнее раньше у меня она была повышенная сейчас так как я очень много набрала веса за последний год полтора она у меня она у меня повышена но всегда у меня был такой фактор что я не могу вдохнуть этот вообще это как пить дать то есть я пытаюсь вдохнуть мне не хватает воздуха из-за того что я все чаще и чаще пытаюсь вдохнуть у меня все больше и больше кружится голова и развивает что все все эти сейчас включилась плюс болит сердце плюс иногда бывает аритмия и плюс я как-то с печати писала что у меня есть ожог на спине там в области лопатки которая не видимо символично сделали в виде кошечки да и я прошу близких людей мне там иногда погладить потрогать потому что боль невыносимая и когда там не дотрагивается чем-то холодным или просто там пальчиками дал это повозит меня это боль как-то облегчается конечно же есть близкие люди просто не хотят врачу я к врачу идти не хочу мне почему-то кажется что они не скажут что-то очень плохое врачам еще не там ожог если вы что-то хотите лечить врачей это запомните в этом случае в этом случае вам эти врачи не помогут они вас будут только калечить это агент запомните мои слова потому что если вы пойдете с каким-то диагнозом туда во первых вы не получите достоверных данных на бумаге это сто процентов все что вы сделаете это будет даже против вас анализы какие-то что-то вам вколят еще чуть то есть вас изуродует просто напичкают чем-то или дадут вам не нужны лекарственную фармацепс чтобы вы потратили на это деньги развод и прозволь до андрей с этим поводом до развода и вообще врачей стараюсь обращаться резко и лечить своими силами какими-то народными средствами но примеров последний раз у меня очень сильно схватила горло не температуре ничего не было на горло болело около трех недель я никак не могла его вылечить хотя и полоскалый народными средствами прополис прополис потом настойка каких-то трав и так далее и плюс покупал еще средства которые вроде как ангины да вот эти вот шиколки мне ничего не помогало результате я пошла по своей страховке которые мне дали от работы к врачу записалась и когда я к нему пришла обычно приходишь к терапевту сидит он терапевт и медсестра до его который записывает и показания и он надо мной откровенно говоря издевался то есть я уже под конец разговора сказал извините вы со мной ведете себя так как будто бы вы меня высмеиваете я говорю в то время как я обычный человек а так пришел к вам своей проблемой и говорю почему вы надо мной смеетесь и вот это не сестра которая рядом со мной сидела она говорит на действительно наверное у девочки проблема значит наверное это беспокоит как в итоге этот врач мудак молодой знаешь что сделал он не поверь он смотрел мое горло и сказал что у меня там ничего значит нет никаких покраснений ничего и что для моего успокоения вы можете купить следующие препараты и написал мне такие препараты которые я со своей зарплаты сегодня не могу себе позволить он не какую-то сраную пшикалку от горла которую там я не знаю 20 миллилитров и и хватит на два дня подшикать выписал за 700 рублей и за 700 рублей он не выписал сраные таблетки от горла если было есть на развод на бабки что я сейчас побегу покупать за полторы тысячи рублей от горла вот эти вот таблетки еврейского врача от еврейского врача в еврейскую кассу в еврейскую аптеку вот так и в общем конечно я этого не сделала у меня я там купила какие-то самые обычные средства которыми я пыталась вылиться до этого у меня все прошло но просто сам факт того что когда ты обращаешься к этим врачам вот у них у всех излюбленная либо крутится виска либо говорит что вы выдумываете это у них очень излюбленная вещь вы выдумывается вы не в себе я уже писал это агенты понятно каких ребят я же без на ребята они работают истребление численности населения все так они делают расскажи пожалуйста что было дальнейшем уже ближе вот к нашему времени что ну я так я понимаю очень много у меня очень много моментов рассказывать можно бесконечно но я все-таки да я еще бы хотел рассказать момент который важный да не прошел незамеченной жизни не была неудачная беременность не получилось так что мне тогда наверное было год 23 я пила противозачаточные но умудрилась говоря молодежным языком залететь употребляя их вот и эти противозачаточные мне прописал врач и тире друг то есть не и с парнем с которого я тогда жила и встречалась до в гражданской браке мы встречались в 8 лет и вроде как бы вот это врач там гинеколог акушера но он был очень хорошие знакомые по семье и собственно вот эти таблетки она не прописала против ой против после анализов многочисленных которые нам не брала и когда я и позвонила сказала вы знаете меня тошнит от воды я не знаю что со мной у меня нам две полоски на тесте игры скорее всего я беременна но я и сказала я к ней приехала на не сделаю изи и подтвердил эту беременность мы приняли решение что все таки я рожать не буду решение было принято именно в консилиуме то вот этой суев которые жила потому что не я подобающий образ жизни тогда не вела не мой мужчина у него к сожалению была на тот момент непростая жизненная ситуация у него по здоровью случилось нехорошая фигня с листве которые он начать не инвалидность он должен был оформлять себе сожалению и конечно же мы побоялись на тот момент заводить ребенка точнее оставлять его хотя очень бы наверное хотели но принято решение этого не делать как мне поехала к этому врачу описала ситуацию и она сказала хорошо давай это сделаем это будет все под моим контролем она даже денег за это не взяла хотя у врача сделать преливание беременности такой категории как она это очень дорого потому что она в германии жила какое-то время и было там ведущим специалистом кутоку шерри не знаю что она сейчас делаю здесь москве и даже в тот день когда нужно было прерывал от беременности на зоне обсадил свою машину тачку и довезла до этой клинике с моим мужчиной которым я поддерживаю тогда во всем значит была сделана эта процедура мне был отдан где-то месяц на восстановление и я тебе так андрей скажу конечно 23 года уже оцениваешь действия как адекватные и не очень адекватные как нормальные и не так сказать за грешком да я себя очень сильно корилла за то что не делаю я понимала на что я иду но тем не менее это был мой осознанный шаг очень сильно переживала я помню что это же на работа ездила с таким лицом что даже никто не мог понять что мы происходит почему я глаза на ровном месте ой на мокром месте когда и там нужно месяц до восстановления цикла и прошел месяц значит снова едем к ней в этом кушере она мне делает изи и что-то как так разговор заходит маринка че вообще зи она она параллельно когда не делаете зона не сдать вопрос на фактам как ты видела как ты психологическое состояние как ты это все пережила нормально ли у тебя это все тетя план будущего дарил ну вот так-то так-то я говорю вы знаете мари ванны я все это время вестит месяц я переживала я корила себя я беру я уже тонну слезы ну и я принялась как есть визу не так был она не говорит ты 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 че здесь вообще мне такой говорит что чем больная игре в каком смысле я больная что умеется она говорит вообще-то мы тебе прервали беременность потому что у тебя была в нематочный потом смысле в нематочную беременность вы хотите сказать что изначально я должна была ее сделать его и не было других вариантов ну да ты же по мне тогда приезжал и детьми показывал узи воспринимаешь такое ощущение что он либо мне потерли память либо реально настолько для меня этот был стресс что я как-то выкинулась среди стороны этот момент я не помню чтобы мне кто-то когда-то говорил что мне было в ночи на беременность то есть я помню что я осознанно шла на этот шаг для того чтобы так сказать у ребенок не родился несчастным то чтобы не пришлось переживать какие-то невзгоды и не дай бог на родился каким-то инвалидом или больным или неполноценным а потом выяснять что оказывается в реальности было все ровно наоборот что оказывается я нужно было сделать чтобы меня спасти и вот этот момент он конечно для меня тоже камень пресновения я не понимаю как было на самом деле и на тот момент когда я жила в этой семье с этим молодым человеком я не стала у них переспрашивать а вот когда мне это делали вы не помните что я говорила это было в нему точно ли не конечно я не потому что они подумали может быть я реально какая-то нормально в общем андрей я не знаю как было на самом деле я не знаю но у меня такое ощущение что просто на какой-то момент потерли память или заменили ее я была уверена что я именно сознательно иду на этот шаг не знаю не знаю ничего не могу сказать сходи церковь покаяться перед богом это страшный грех беременность прерывать нельзя это боже делать что же было дальше страшного случая что еще и беременность то есть это манипуляция понимают слушай ты сейчас написали заметки и тоже отметила что однажды во время тихого часа у нас в садике всех разбудили и брали отпечатки пальцем и рук и ног не не помню рассказывал от родителями или нет ну вот было такое да окунали значит в эту жижу заставляли пальцы отпечатывать это противоестественной зачем мере право даже делать я пыталась вот недавно на днях загуглить эту информацию я не нашла нет нового случая когда детском саду у детей брали отпечатки пальцев не было и нужно что и ног тоже и ног потом была такая странная влюбленность у меня это было знакомые моих знакомых так сказать ненадежная такая связь с этим истории заключалась в том что мы с этим молодым человеком какое-то время повстречались походили погуляли и он неожиданно так очень сливается до без объяснения причин без всего я как любщий вашей натуро давай ему написывается не помню как вызвали звали допустим володя 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 давай встретимся что-то там как и почему почему не отвечаешь и скажем так вот этот вот весь день до когда он игнорировал меня не отвечал мне я мысленно так сказать послал ему от и володьку напиши ну что-то на волосе ну давай не смотри как все начиналось может быть у нас там все впереди и так далее и что ты хочешь я прихожу вечером домой тогда еще была программа тнт дом 2 но она и сейчас конечно есть сегодня а тогда или стали стая каналы потом вдруг я останавливаюсь на вот этом канале дом 2 и там был ночной чат я не знаю если этот чат сейчас там но в тот момент можно было отправить смс в этот дом 2 и прочитать обращение свое и почитать что пишут другие и что ты хочешь именно в тот момент когда листая каналы и заостряю вдруг не стало ни сего внимания на этот чат дом 2 я вижу сообщение примерно вот такого содержания марина запятая там хватит внушать запятая мне больно . мне неприятно . хватит внушку я понимаю я к ним это отправлено адресно мне я понимаю насколько это выглядит по сумасшедшему понимаешь это такая ситуация который ты даже не расскажешь никому тебе сразу пропишет дорогу в психиатричку но я знаю что есть уже такая технология это было может быть тринадцатый год уже нет мне то что добыл период когда ни с кем не встречалась и вот себе пожалуйста человек пропал от него ни слуха ни духу и через общих знакомых тоже как-то там пыталась его выцепить и понятия говорю скажите мне почему этот человек перестал со мной общаться что со мной не так дайте мне его другой телефон скажите мне где он живет а мне такой ответ сказали что типа не наши дела если он не хочет значит наверное не хочет марин тебе нужно вот это вот принять и все и в принципе вот такие вещи когда ты о чем-то подумал потом она вылезает виде какого-то баннера на экране в телевизоре или это какой-то баннер там действительно по улице как-то женщина рассказывала которая там про индейцев до какой-то баннер было это тоже постоянно я же даже сейчас перестал на это обращать внимание это все есть это все имеет место ты сумасшедствия полнейшая они хотят чтобы мы жили как психушке это все это просто случай который я для себя отметила поскольку мне этот человек очень сильно нравилось потом у меня брос вот может быть как раз для этого так вот они любят войти в доверие и про себя выдаешь рассказываешь открываешь душу а он тебе спасибо до свидания да и все и человек след простой а потом ты читаешь его сообщение ответ в чате марина больше не пиши не внушай вот такие дела потом тоже у меня был случай интересный тоже очень личный наверное я все-таки расскажу по поводу того как заражают людей всякими заболеваниями значит не смогу сказать какой-то был год но кажется это был вот месяц 35 до тогда это был наверное курс третье института то есть мне было лет 19 наверное не помню при каких обстоятельствах я познакомилась с этим человеком на самом деле на тот момент очень большое количество друзей и знакомых я была очень общительная открытая ко всем и ко всему мне очень понравился мальчик он мне показался достаточно умным он очень много рассуждал о мироустройстве о том как все устроено а политической религиозные а прочих системах то есть человек производил впечатление очень образованного и мудрого и наверное тем самым он и подловил меня свою ловушку я у него повелась и тоже как-то вы полюбилась наверное он пригласил меня к себе в назначенный день x потому что была очень большая страсть и там невозможно было это все сдерживать вот значит мы там это все сделали потом я поехала домой и перед этим там еще каким-то странным обстоятельством казалось его родная сестра в доме хотя это была однокомнатная квартира и наверное все таки как-то можно было договориться чтобы сестру там выгнать из дома чтобы она хотя бы часа два там где-то погуляла тем не менее она торчала на кухне и когда перед уходом я зашла на кухню там по писью воды или что-то в этом роде она не спрашивает тебе такие не было сон что верующие игры да я верующие ну ладненько понятно и сваливает куда-то думаю ну ладно по херу спросила спросила потом проходит какое-то время недели или две нет и товарищ звонит и говорит и знаешь оказывается я там типа заразил себя чем-то чем-то не буду называть эту болезнь но эта болезнь наркоманов откровенно говоря конечно же я тогда своих глазах упала скажу честно мне не хотелось жить своей болезни я не говорила родителям родители об этой болезни узнали каким-то таким таинственным образом я ездила московскую частную клинику сдавать анализ где у меня он подтвердился положительный и уже как-то через нашу поликлинику городскую и ты представляешь андрей вот этот врач позвонил моим родителям и сообщил об этом то есть были нарушены и прости пожалуйста было нарушено вот это вот правило конфиденциальности ты же там приходишь какую-то клинику частную они тебе дают обязательства что они не разглашают эту информацию потому что простите это не спит это не почему какая-то московская клиника дала вот это вот в общем сняла информацию в местную мою поликлинику которая прикреплена и почему они позвонили я этого тоже не поняла общем это унижение было это было полнейшее унижение меня как личности я очень долго лечилась страдал пожалуйста эти перебил что хотелось правильно если хочет рассказать то я была я вчера рассказываю своей истории по воду что такое теги ганг сталкинг там где говорил значится у них существуют агенты которых они пичкают болезнями специально в кровь добавляется болезнь этого человечка высылают он внедряется и совершать половой акт после этого человека ну нанят против которого делается это действие появляется какое-то заболевание крови вот чаще спит и какой-то еще вот то есть этим людям платят огромные деньги за эту работу представляешь какие-то отморозки сатанисты и совершенно нет я не представляю как это можно делать нет мне нет в голове такого понимания ну это таки но я знаю что это делал помогут вот тебе вот вам все примерно девушки или на марине вот как они поступают то есть это страшно на самом деле это в это вообще никто не поверит но это вот такие вот люди которые работают на уничтожение человечества нанимаются и выполняет свою задачу ну после этого всего когда я все это разрешила что же было дальше да я долго достаточно лечилась от этого заболевания дай бог вроде как бы все нормально я вылечилась но конечно и репутация подорвана да потому что определенный круг людей уже знает об этом и родители недоумевали мне пришлось родителям сказать что меня сразили в зубной клинике когда ставили мне пломбу но андрея что еще сказать ну что что я смешалась непонятно с кем нет конечно не были так и уговорить мне подставили так еще по поводу лени может быть стоит сказать иногда очень часто бывает такое состояние когда не можешь собраться ни с мыслями ни с силами и все что есть у тебя в голове это лежать бесконечно лежать в постели просматривать какие-нибудь в ютюбе ролики и любовь и даже ничего не делая фантазирует каком-то человеке вот что касается меня они меня очень любят подсаживать на какого-то челы и я могу прям часами до валяться ничего не делая что там лежать фантазировать представлять и причем я внутренне ты понимаешь что это даже не мои картинки но они как-то это делает таким образом что ты очухиваешься когда уже там восемь девять вечера и нужно начинать как-то день наверное свой или заканчивать его я это что-то постороннее я не думаю что я ленивый человек мне тоже считаю что это все делается при помощи технологии то есть у тебя нет элементарно даже физических сил чтобы дать силе не знают и туалет а ночь тебе влом тебе больно тебе депрессия ты лежишь ты ничего не можешь сделать ты знаешь что нужно пойти убрать в пол ты знаешь что нужно пойти сделать себе чай но ты этого не делаешь потому что я даже не знаю как это объяснить лень не лень непонятно когда начинаешь что-то еще делать такое состояние будто бы тебя ушаток мозга на мозг едет плавно вот это ты более интересно непонятно какой от обречения это просто я даже не знаю как это объяснить к это вялый вален валенок который ничего не хочет делать которым ничего не интересно побыстрее бы ночью началась чтобы поспать так еще вот я замечал не знаю насколько сейчас есть смысл рассказывать сталкинги но вот последнее время что я стала замечать что вот эти люди всегда на в принципе они становятся на 90 процентов твоей реальности и я уже даже андрей путаюсь иногда не могу определить когда это нормально адекватно человека когда он именно сталкер например по моей дороге на работу и по дороге с работу они используют такой излюбленный метод как они как бы типа обгоняют меня сзади и телефон держит таким образом чтобы я видела что у них происходит на экране и это всегда я клянусь это всегда либо google карты то есть они мне показывают что им показывают что их ориентирует на местности куда идти либо это чатики ватсапи это мое личное наблюдение то есть иногда даже бывает что я иду по торговому центру и вот эта тёлка которая проходит справа от меня она вроде как бы толкает меня и некуда пройти но типа тесно хотя место там дофигища еще вокруг и она делает так что я вижу что на ее экране карта и как бы вот этот вот проложенный маршрут куда ей идти это мое наблюдение касательно сталкеров не знаю сколько это может пригодится людям также я очень часто наблюдаю в метро я стараюсь ездить разными путями у меня их два до периодически я их чередую и вне зависимости от того каком пути я поеду мне постоянно встречаются менты в метро с рациями на которых гали горит зелененький огонек то есть в принципе рация в нерабочем состоянии да если он его положил вот в области грудной клетки да там куда-то в кармашек она не должна гореть а именно когда иду я я замечаю что у всех этих работников метро она зеленого зеленым огоньком я даже не умеет в этот момент начала немного раздражать я рассказала другу я говорю что ты думаешь по этому поводу игры ты вообще нормально или нет не должна рация быть зеленым огонька или нет он говорит что да нормально что они даже такие это типа так они друг друга распознают когда кто-то на задании когда они там типа ловит каких-то наркоманов или преступников не знаю андрей не знаю но я всегда замечаю что если мне встречается мусор в метро по дороге у него все время лампочки зеленого цвета может быть это как зеленый коридор эти можно я не знаю вот также очень часто в метро когда я езжу встречаются люди которые заходят на одну остановку садятся вот прям четко такое ощущение что они знают в каком-то сидишь вагоне не садятся напротив тебя они даже могут быть с фотоаппаратом и с профессиональным объективом они сидят одну остановку на следующей остановке они выходят и у всех вот как ты правильно говоришь у них рожь злый улыбнулась и я молодая ты молодой давай поиграем давай поплиртуем он отворачивается и выходит андреи это ненормально я считаю что так ребята ребята но они торят другое совершенно понимаешь для него он смотрит на тебя с точки зрения приклинает наверное да 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 вот с этой точки зрения он смотрит на тебя сугубо как объекте как именно как на врага как на на врага которого он должен потреблять в цех своего обогащения то есть высасывать себе для него ты лишь слышно может быть им действительно промывает мозги что мы какие-то враги народа даже не знаю что можно думать людей чтобы так блять ненавидит их учение им это здесь повторяют это их религия учения их талмуды они этому они этим живут уже несколько тысяч лет с детенка от детенку передают у них в семье что ты думаешь одна вот такая вот девочка с которой страдает он семье семью свою по пять человек детей не штампуют по пять человек где-то за рот понимаешь это с них сатанинский рот колено каина колено каина которая уже давно убита осталось кровное колено которые они хотят поднять плодятся со всеми подряд они же разбрелись по всему свету надеюсь вы осознали о ком я говорю и это их не то чтобы как тебе объяснить как такое отношение фашизм это тоже термин все это пришло со временем просто это их религия это их их учения они так живут мы живем нормально то есть ты живешь праведностью а он живет грехом для него насилие убийство там предательство бессовестность пороки извращения все что приносит деньги все для него это хорошо ты поняла а все что для себя хорошо это для него плохо именно плов надо чтобы то есть такие как ты страдали тогда он будет счастлив чтобы он был превосход превосходстве что ты страдала он получал наслаждение но неужели эти люди не понимают что есть в конце концов какие-то законы мироздания вселенные общие для ему не надо ему надо только обогащение и это самое они все понимают и хочу сказать что они делают неправильно знают конечно они все осознают узнают что ты плену как бы что они всех убивают что не всех уничтожать но это приносит им доход главное что ему хорошо было это выражение кстати одного еврея который мне в глаза сказал он сказал мне так не по херу на него главное чтобы мне хорошо было андрей на это нормально а понимаешь это же не так это уже тогда не человеческое существо это не человек это 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 еще один из коленов крайне когда лиза так заплату оплодотворил сам дьявол что ты хочешь сказать иисус когда пришел он что он сказал если бы ты был из рода авраама которого иисус говорит я раньше тебя видел там он имел ввиду духовный мир нашел зим божий он сказал если бы ты вы были дети авраамова вы бы приняли меня а так как вы дети дьявола вы меня не признаете понимаешь это дети дьявола у него совершенно другие понятия а я расскажу сейчас историю которую мне рассказал один человек значит он сидел в аэропорту с девушка разговаривал с тоже под психотеррором я уже не знаю было три не видя не знаю что лично фишка в том что смотри мигалки проеду сейчас эти ужасы очень застали у меня подал под окном постоянно короче фишка в том он сидел за столом в аэропорту получается вот и короче ним подсел вот этот вот сектант хабанник вот у него эти косички все в лапсердаке снял эту шапку положил на стол смотрит на него а он с девушкой напротив нее сидит он получается но 100 возьми да девушка и он напротив сидят за столиком он сбоку так подсел и смотрит на них двоих получается и говорит на меня андрюх ну чё ты сделал тихо-тихо я говорю ну чё ты сделал но ты же меня знаешь и говорить по за косички богу подергал тактик знаешь как корову подоил бы на меня смотрит говорит ну ты дебил я на ресурсе завязываю чуть на меня гонишь я течу обижаю что ну ты понимаешь да удержите уважать реально до завязываю что такое а он не говорит ты в курсе что вот этот человек который подсел но не человека существо существо закабаленное существо я говорю чё в курсе но говорит ты в курсе что он проклятиями намолен и если ты дотронулся у тебя в руки от сопли возможно то что ты 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 дотронулся до того кто крест топчет крест топчет и молится проклятием намаливать себя проклятиями каббалистическим это ветхий завет это их учениях нет алмуды там проговоряется что в христианстве так все наоборот конечно я говорю да ты чё он говорит да да блин ты чё ты проклят был бы и даже если бы я просто вот так пошутил он говорит конечно на него дотрагиваться даже нельзя то есть это дух проклятия на при в нем дух проклятия то есть он разносит проклятие все что он он плюет на твою церковь он ходит там я говорю я туда еще не знала пацан такой ну как пацан у меня еще я мало был я только изучал как бы тему это было давненько было с ним общался с этим человечком то сейчас его три года нету а тогда ну вот он ко мне приезжал в гомель мы с ним тут бродили по городу общались короче сам он тоже с беларусь что тогда делать счастье и короче я понял что действительно он прав потом когда я изучил эту всю тему до тему допустим сионизма у меня открылись глаза они мне буквально лоб полезно это чтобы к нему зайти вот в эту синагогу у него лежит моя библия под полицей прямо на входе и каждый кто заходит в эту синагогу вот я смотрел там некоторые дурачки там ломались в эту синагогу они не подумали о том что каждый шаг был это хулана бога они потоптали библию потоптали 1 5 и христа а масоны вообще под стеклу распятие христа крестик ложит прямо под подошву им раздают такие туфли у них под 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 подошвой прямо иисус на 1 5 представляешь то есть это организованное такое вот движение сатанистов которая торит это все с детства и я не говорю что естественно против нас не сами хабанники там какие-то там или кто-то просто сионизм это закрытая тема сионизм это обширная тема и закрытая когда люди служат этой доктрине до своей вот мы там какие-то избранные люди неугодные они там гои и так далее так вот все что я объяснял своих видео извиняюсь что коснулся этой темы своей да но это все правда и вот он на меня тогда этот парень на меня так сказал я начале подумал что он типа ошибся то есть да просто не в тему это ляпнул потом когда он не объяснил да ну или колол меня а потом когда он объяснил меня мне я понял изучив эту тематику я понял что он был прав он был прав полностью потом однажды отец мой принес вот эту вот гексограмму гексограмма это то же самое что пентаграмма только гексограмма это звезда давида это называется гексограмму вот эти два треугольничка вот я запомнил все что мне этот человек рассказывал я отцу отцу нашел ее на пляже я говорю выкинь ее на хрен это проклятая вещь я ему сразу ополоснул руки святой водой и сказал даже в мусорку не выкидывай куда-то выброси так чтобы даже дома не было потому что их все вещи пропит на самом деле это правда потому что они молятся каббалистическими заклинаниями которых присутствуют слова проклятие то есть их них вот этих вот каббалистских наименований каббалистских демонов и так далее все проклятся чем ты говоришь если ты такого человека коснешься не известно что с собой будет если это все правда и духовный мир у нас для нас это жизнь это просто его косички были бы там дан по шутка шутка да то есть он за улыбался я там над ним пошутил да но мы же люди но он-то другого другу ну как бы с другого с другой стороны у нас сатаны я человек от бога получать получается я бы принял его проклятие на себя а зачем нет то есть тот чел который сказал что я дебил он реально был прав я реально был еще тогда дебил потому что так делать нельзя если зло это зло и она идет по свету лучше его не трогать то есть лучше перекреститься пойти своей дороге всем советую если человек какой-то не знает даже о чем я говорю изучите изучите это вообще что такое каббализм что такое сионизм это очень страшно на самом деле и эта тема вот такая вот она закрыта ну это все в обиходе сейчас и в наше время то есть эти люди исполняют свои ритуалы это просто это все не разглашается нигде никогда отошел от темы психотеррора значится после того как произошло все это переезды ганг сталкинг и так далее каком положении находится сейчас твоя жизнь есть работа есть мужчина съемная хата что ты испытываешь сейчас как тебя достают вообще эти люди ну во первых я должна признаться что наверное определенный момент жизни я изменила себе и своему духу я приняла то что был со мной до всего этого времени свое сумасшествие и перестала верить в этот психотеррор ганг сталкинг я вот в этом году узнала что это называется ганг сталкинг вот я изменил себе и приняла все за какие-то свои отклонения это вот наверное придав себя в этом вот в этом и последние может быть года три-четыре пока я жила своим вот этим и все у нас было нормально и вроде бы все как у людей и так далее никто не не доставал никто не снимал не стала не ганг сталкин своими собачками своими там фразочками и так далее и вот наверное весной этого года вдруг все это вернулось опять стали приходить все люди кричать под балконом появились все эти мигалки плюс еще я сменила телефон весной потому что до этого практически аналогичный же iphone у меня ужасно ключ его то есть я могла ехать слышать музыку у меня было 45 50 процентов зарядки и вдруг я доезжала до работы у меня был полный ноль это первый признак того что уже взломан девайс и кстати я еще не рассказывала о том вот когда этим разве еще в 2002 там четвертом году только начали меня стал курить но очень много раз летела винда и я каждый раз и при устанавливала и что самое интересное баран упертый я пока не докопаюсь до истины и никогда не успокоюсь чего бы мне это не стоило сколько бы времени не заняло значит в один прекрасный день когда мне в очередной раз летела винда я нашла в каких-то супер спрятанных захильных файлах в файле windows что-то . 10000 и так далее в программ файл с некий файл я в него захожу и в нем были как раз описаны процессы как я понимаю которые эти мрази запускались и своих девайсов для того чтобы хайзит настоящую винду и выдавать ее как бы за то с помощью которой они видели все что происходит на моем компе я щас говорю именно про стационарный компьютер то есть процессы из серии такой хайд процесс с этом двоеточие программ файл с . windows точка экзе да запуск вин винды и типа семью лейт двоеточие там ляляля такой-то файл точка экзе и экзе да экзекьют то есть я нашла этот файл где они все процесс запуска моей винды симулировали под винду хотя на самом деле когда запускала свой комп я уже запускала комп на их девайсов то есть это была полная симуляция мои винды и почему я ее переустанавливал несколько раз потому что она у меня переставала нормально стабильно работать не венам не видео проигрыватель не в интернет завис ничего невозможно было все летело в тартарары хотя интернет работал стабильно провайдер давал интернет стабильно почему я не могла ничем пользоваться я тоже этого не понимала отец уже тоже потом и подключился к этой теме он понимает что причастна некая группа людей которые постоянно ломают наши девайсы и компы мы уже потом комп и меняли все то же самое было ровно все то же самое этим раз еще умудрялись переговариваться на прямо на рабочем столе то есть я приходила там после школы после института включала компьютер они уже переписывались у меня ну чё там типа как там танк сходила за пивком а это дура дома да там это дура да ха-ха-ха сейчас типа мы ее постулки рим я уже потом когда признаю винду каждый раз я вот этот процесс при запуске винды не я галочку снимала то что он у меня автоматически не загружался это процесс назывался удаленные сообщения рабочего стола мне тогда был windows home edition я что я очень много тогда про windows прочитала этому что там происходит в этой программе при запуске вот это копалось до истины они стимулируют все даже если ты сейчас держишь свой девайс ты думаешь что ты пишешь в чате кого скайпе андрею шутову и они этого не видят они все видят все прекрасно они видят даже если не твоими глазами то они читают это все через девайс и почту взламывали фэсбук взламывали взламывали мне фэсбук также как у одного австралийского чувака или американского которая тоже там так он описывает все то же самое что у меня только у него это начало происходить тринадцатом году а у меня еще 2002 они взламывают все почты фейсбуке приложения через sdk я думаю что тот кто компьютерщик программист знать что это такое я по роду работы своей знаешь такое sdk можно изменять приложение переписывать вот так тебе нужно вот так это то что еще вспомнил случайно так что не знаю верное спасение от этого всего это молитва из ты верующий человек как неверующими человек от этого спасти себя грозится я не знаю во что ты уткнешься вот во что ты уткнешься если ты не веришь не знаю наверное можно проще пойти повесить если вот это да нет ни в коем случае поэтому человека только должно быть как минимум да а вера в себя если не вера в себя то вера в бога конечно естественно всего же сам господь он слышит и знает нас лучше чем мы сами себя у нас из то наш творец а эти все люди они просто отрицают это это их проблемы то есть сволочи которые нас истребляют уничтожают андрей но как же нам тогда понять для чего наша душа выбрали такой вот путь именно через пустите рот мне нет просто пока ответ на это вопрос но мы же знали на что мы шли до того как до духовной точки зрения если взять себя и того человек который делает на тобой это он без уродливый такой как псина а ты будешь светлый человек который получит потом венец просто существует такая такое поверье то есть когда 30 процентов она скорее иерархии ушло под землю вот анки что ангелы до падшие ангелы бог решил восполнить душами человеческими этих 30 процентов чтобы спасти человечество то есть чтобы был баланс и представляешь сколько этих 30 процентов ангель скорее иерархии духов зла над каждым человеком они летают и их тут тысячи сотни их никто не видит каждому шепчет на уху какой грех совершить богу естественно сложно и поэтому он выбрал нас это наша миссия вот так помочь человечеству ты думаешь сам жизненный процесс это только процесс настоящей реальности нет конечно бога есть на тебя конкретно определенные определенная миссия вот и он хочет чтобы ты выполнила он знает каждый твой денег и все волосы на твоей голове сочтены именно им не кем-то там и этим людям это не по нраву они возможно из них я не знаю есть из них разумные люди там разумные люди со стороны сатанизма которые разбираются в духовном мире но я думаю если у них разумные люди есть эксперты этого дела то они будут понимать о чем я говорю то есть это совершенно другой процесс и уровень жизни просто так человеку разумом который обитает в законах физики бытия этого мира это же это так просто не понять но для бога именно ты имеешь очень высокое значение если бы не ты по сути этот баланс был бы очень нарушен это равновесие было бы неправильно но бог поругаем и посрамлен никогда не бывает поэтому у каждого на каждого человека сейчас у бога своя миссия есть люди со стороны зла со стороны ада да со стороны сатан сатанизма и сатаны сатаны падшего этого ангела а есть люди со стороны господа бога и все другие люди которые введены в заблуждение это тоже отдельная то есть вот каждого человека господь выбирает для определенной какой-то миссии но естественно все люди на самом деле ну по сути все мы взаимосвязаны я могу так сказать до духовном на духовном уровне всем и за взаимосвязаны просто кто-то выбрал свой путь вот такой путь сатанизма кто-то выбрал путь за иисуса христа то есть за истину на каждого свое мнение там и так далее но жизнь все равно не прекращается души нельзя это правда к сожалению кто бы там что какой скептик не говорил человек это творение он ничего не может он может только жить и умереть все все что он тут достиг он за это должен сказать господу богу спасибо за каждую возможность это я рассуждающие с точки зрения именно духовного мира а здесь ну у каждого свои мозги он может вычесть каждый свой нейрон каждую свою изверину взвесить свое серое белое вещество там а что толку то дал ему жизнь сперматозоид яйцеклетка то бред люди пытаются доказать своим мозгом то чего они не знают вот тут же самое с вопросом кто создал яйцо или первым появилась в яйцо или курица давайте построим сейчас науку возьмем будем доказывать вот что такое люди они пытаются доказать то то что знает только бог никто этого не сможет доказать кто что было первым яйцо или куриц никто на это если на этой планете не сможет это доказать у него нет такого чем он это докажет он может доказать такой морально или на доске взять смело начертить уравнение что толку это не доказательство это просто теория поэтому бог есть ну отдали но если какой-то вот подводить итог того что мы обсудили я в нем ли твоим же словам благодарности также выскажу свои слова благодарности богу мирозданию за то что несмотря на то что мне все это может быть где-то не нравится напрягает и все равно благодарю за то ситуацию в которую я оказалась здесь сейчас и я уверена что у нас таких как мы с тобой да у нас становится все больше мы уже перестаем молчать мы перестаем стесняться мы выходим из подполья так сказать и уверены что нас ждет очень много интересного впереди очень много интересного поэтому нам до того как это интересное все начнется наверное нужно постараться выдержать этот момент ни в коем случае не сходить с ума и лишь тем более не накладывать на себя руки и так далее держаться вместе если что писать друг другу вот прям если хочется поддержки помощи прям писать друг другу помогите там например у меня сейчас такая ситуация когда я больше не хочу жить так далее помогите мне удержите меня пожалуйста на плаву поддерживать друг друга и тогда я думаю что мы сможем много добиться вот так сказать мне на путь и всем вот и конечно же переставать нужно пользоваться зубными пастами с втором что я решил сделать в этом году переставать пользоваться таким препаратом препаратом таким средствами для мытья посуды как ферри потому что этот производитель также участвует в таких же махинациях как и те которые производят пасту зубную с вторым пусть это будет аос пусть это будет какая-то сушеная горчица в виде порошка чем угодно только не да вот но я не использовала но наверное попробую все-таки ближайшее время когда мне текущий тюбик закончится с моющим средством потому что если не ошибаюсь фэри даже запрещен на территории всей южной америки то есть там именно такие препараты не смывающиеся входит которые нормальное адекватное правительство не должно пропускать на территорию своей страны у нас сожалению она допускает у нас вообще вот не знаю как в белоруссию нас в россию все говно везут все запрещенное на всех континентах говно у нас почему-то оно разрешено тоже очень странно ну да ладно мы сейчас не об этом говорим в общем пасту без фтора перестать использовать фейри по возможности конечно употреблять больше рыбных продуктов чем мясных и вообще возможно как-то вот андрей ты как относишься к вегетарианству и тебя был какой-то потребляю что мне полезно в плане того что не зацикливаю что я употребляю только те продукты которые несут именно ну дают витамины нужно я не кушаю там какие-то если это что-то вкусное я беру продукты исключительно знаю в какой какой состав никакой продукты с витамином именно с тем которым не нам если меня даже да я беру гречку если мне надо витамин там какой-то я беру фрукты я беру овощи соки коктейли всякие это молочные все это мне надо ну да чем проще еда тема верно она прозрачнее полезнее чем нормально то есть той еды которые едят обычные люди я не пить не кушал уже наверно лет может быть 10-15 то есть это что ты имеешь ввиду это fast food или что вот что это копченая курица всяческие салаты мясные всяческая там не знаю офигенные там там знаешь ну и за блюда там какие-то все это там то что бутерброды со всякой икрой там ну икра понятную всякие вкусности там все запеченная нажаренная там натушенная там для такого рациона давно уже нет абсолютно я могу просто варить рис тупо очищенный рис хорошо вымыты это самый чистый продукт взять несколько несколько овощей просто именно вымыть их разрезать их всего для меня это достаточно если есть какой-то кусочек но мясо я вообще не потребляя так я если мясо кусочек какой-то есть такое небольшой маленький такой я могу употребить потому что мы же мужику надо белок это я прекрасно понимал а так я никогда никого не курицы никаких сосисок никакой колбасы все это шлак мясо можно взять кусочек с желательно даже сало какого-то такого соленого с нарезкой да там где есть мясо но это надо исключительно для цели да если ты тренируешься белки белки чтобы у тебя мышцы были мышечная ткань не ж надо я же мужчине а так я не зацикливаюсь на пайке если у меня есть просто гречка я могу ее подсолить и все есть гречка ненормально для меня помнишь поговорку мало каши ел все забыли да самый полезный есть разные каши надо каши изучать есть такая каша такая каша такая в нем в ней разные витамины надо читать все изучать надо пользоваться все это каждый вид кантоминка это твой организм состоишь получает и ты будешь здоровым человеком и так как ты здравомыслящий человек существует пидорас ты вот эти вот ублюдки которые облучают и они хотят что ты этого всего не получал получает чтобы тебя организм не освещался чтобы ты не не здравомыслящий они пытаются тебя всячески ну да раз ты это и те кто создают эти законы забить мясом короче шелаком всяким который просто он набивает твою утробу до утробу твою кишки набивает и все а что толку что ты причем не наедаешься там поел час назад ты хочешь еще то есть тебе дают эту информацию что она хорошая это еда пища там все такое на самом деле это все зло во вред помидор с грядки те будет гораздо полезнее даже чем знаю какой-то там самый лучший там какой-то который тебе по вкусу понравился там мне не знаю потому что помидоры с грядки вырос на твои грядки а в нём лишь по среду которую твой организм твой воспринимает именно с твоей атмосферы с твоя два сферы жизни тот витамин который усвоится в тебе вот это самое главное людям что технология то что ты ешь и является есть и ты короче не дон и то что ты не но все думают так а таких как мы нас просто истребляем видишь мечтать и на камашлящих абсолютно слушай но у меня даже есть друзья которые продали в москве и московской области свои недвижимости дачи машинки и так далее и они уехали жить в эти вольные поселения или как там это называется но конечно же это сейчас довольно популярно но тем не менее ты хотя бы представляешь что это такой за шаг до избавиться от всего своего имущества выкупить за копейки да вот какой-то части земли и своими силами своими руками и ногами возвести свой дом свое хозяйство и начать в этом всем жить и все выращивать у меня есть к счастью в жизни такие примеры такие друзья может быть мы с ними не так часто общаемся но каждый раз это очень классное общение от которого ты получаешь это очень хорошая обратно связь то есть это не та дешевизна до московская вот это мегаполис на это вроде как бы пообщая пообщался с человеком а такое ощущение что твои слова я не знаю пустоту какой-то падает и человек даже тебе такое ощущение что он тебя не слушал и ему даже не нужно было тебе услышать а именно вот это вот такое качественное общение таких людей очень мало сегодня с которыми есть обратная связь люди которые хотят с тобой поддерживать держать это обратную связь потому что то что ты ездишь на работу там общаешься там привет пока как дела это все такое мракобесие вы даже знаешь лучше бы его и не было вот честно просто иметь свой участок земли людей до знакомых там каких там соседи на этом участке земли какое-то может быть совместное сообщество и жить в этом всем нет и станиц к мегаполисной суеты господи я даже никогда не думал что это вслух произнесло но я это говорю не нравится мне здесь жить не нравится абсолютно здесь издевательство человеческим существом происходит здесь нравится жить всем что потребляет это все сатаниска снизу их задача их задача им за это платят деньги а то где они живут это за кордоном не может быть живут андрей даже на других каких-то континентов доказано о которых мы даже не знаю естественно естественно просто численность у нас считают за быдло от численность россия беларусь беларусь маленькая страна россия большая страна украина добиваются последние соки с нас высасывают за потребление потребители всего этого зима понимаешь немало как же хотелось бы жить конечно не сто лет даже не 60 и нам века больше но к сожалению мы не увидим то что будет много дальше человек сегодня живет не так много как бы мог бы жить не то что что каждому отмерено свое окей нет что еще расскажешь касательно психотеррора на работе мобинга был есть был был есть да буквально вот сейчас тоже для банального примера расскажу недавно в интернете я прочитала про висцеральный массаж есть такая тема я говорю я просто прохожу сейчас тренинг да там женский по усилению каких-то и женских качеств там очень модно популярно и нам порекомендовали значит висцеральный массаж рекомендовали его не письменно усну то есть это было аудиозапись в которой там наш тренер наш колыч рассказал про это значит действие и когда я буквально может быть недели две назад прослушал эту запись я только на рабочем месте там на работе хотела зайти в браузер там у меня chrome до установлен google chrome вбить этот висцеральный массаж я еще не успеваю это сделать как вот сзади до коллеги с которыми я работаю там метр между нами между столами одна подсаживается к другому и начинает обсуждать этот массаж висцеральный ты ты вообще ты когда успела это по прочухать ты что ты получила какую-то инструкцию себе надеваясь ты когда вообще успела эту информацию считать меня андрея я просто я была просто в шоке у меня сразу сердцебиение у меня сразу реакция конечно же хочется подойти и дать сразу в рожу ну ты не понимаешь что происходит как так настолько быстро что это за психической клиник в которой мы живем я только это услышала в аудиозаписи и она тоже прибегает и рассуждать же об этом же ты же понимаешь что все совпадение не совпадение они не могут быть случайными это все запрограммированная гребаная матрица вот это банально то что у меня происходит на работе каждый день и даже когда мы с тобой вот только добавились друг другу в чат там что-то про гангсталкинг я тебе написал или ты мне написал и тут же опять это же шмаровозина подходит к своему этому другу и опять она говорит гангсталкинг слова я думаю но ты же вообще уже в открытую действуешь открытую провоцируешь а вот так мне послушать страны скажется на сумасшедшая она будет это делать потому что если это платить деньги за пункт я тоже думаю что есть за это платит деньги ну что если какой нормальный человек здраво не да будет это делать шоке просто и вот так на работе то особо и не расскажешь никому не с кем поделиться есть один вариант рука с ней наедине решить зачем сказать раньше я же я уже антре не говорю как она со мной общается заострила внимание да на ней на конкретной персоне но есть еще и другие если говорить конкретно вот про это которая сидит рядом со мной общается как с говном я говорю ты почему со мной так общаешься игре я к тебе подошла сейчас по рабочему вопросу игре почему сейчас включаешь игнор игры я к тебе подошла с вопросом который мне задает мой руководитель ты не можешь него не не ответить игры отвечай мне все равно она тебя ни во что не ставит и никогда не будет ставить так крыса люди чё сказать крыса люди да у них андрей у них даже лица у всех не человеческие вот таблиц смотришь каналы боясь к она жестикулирует ты понимаешь что просто над бесноватая какая-то реально бесноватая рот кайна это род смерти он живет один раз моя информация сотка прав я на сто процентов сейчас потому что это смертный грех он идет по роду любой грех передается по роду информация сотка опять же я прав 100 процентов тот кто со мной не согласен это его проблем но это получается вот это вот и прости шмары до которая на работе мне ни во что не ставит и stalker это прочее у нее это по ее роду нет так что а как сатанисты знают свой закон они живут один раз они живут а ну то есть они как бы я склонили на свою сторону и все есть разные способы привлечь я тебе объясняю если сатани заходит просто помещение где он видит духовное обличие людей то есть у него открыто зрение духовное он видит если человек определенно открыт для него он может подойти просто сказать себе привет можно я с тобой пообщаюсь если ты скажешь ему да конечно все все ты попал ты попал конкретно вся твоя энергетика для него открыта он может просто-напросто взять себя и уничтожить прямо у нас на сесло просто духовный мир работает именно так то есть закон духовный даду падших духов этих он действует совершенно по другой логике независимо от людей людям этого понять нельзя а эти люди которые продали свою душу вот к ней она расписалась это в документе там было согласие я могу делать с твоей допустим написано такие такие три строчки я могу делать с твоей душой после твоей подписи все что захочу все она навеки она во власти дьявола она просто даже думать об этом не будет половина людей на такие уловки хитрости дьявольские попались и они думают что когда-нибудь кто-нибудь там это простит а на самом деле против них как бы уже получается вечную вечность я же тебе сна мир для них закрыт мир для них за минута не ства знают только посвященные люди же дома сон и всякие там сатанисты они будут знать все таинство эти люди они просто потребители потребители дьявольской полотки чего день они просто получают богатство за это все не за именно зато сатанизм они после не посвящены они просто получают богатство за по за свои пакости то есть они действуют как бесы после смерти эта девушка когда она будет то есть выйдет из тела до когда с ней случится смерть не придет она во первых вся шоке будет что существует духовный мир она испугается но без у нее сцепятся сразу дьявольские сущности в без духи паши и они скажут ангелом что эта дочь наша она служила нам она была такая как мы и она ничего не сможет возразить так работать духовный закон если она скажет помогите спасите то есть господи там будет кричать и никто не поможет она следовала духовному закону зла сатаны она оправдала невольно вольно невольно неважно душу и не каялась в этом то есть это образ жизни сатанизм это образ жизни если она поступает со стороны зла именно так по отношению к тебе в добрым человеку ты делаешь зло даже банально привожу пример ты приносишь чайок до человеку заварила он мешала ложечкой там вот на угощайся пожалуйста я тебе чайку принесла пошла тогда работа работа все тебе это человек человек это тебе пакости делаешь это плохое все это сатанист это сатанист все то есть этот человек можно так сказать он даже если он был христианин он продался дьявол это можно так сказать на нравственный образ жизни и половина людей сейчас они по продавали сделал да они даже могут они и не знать об этом абсолютно могут не знать сейчас мир сумасшедшим сошел с ума можно так сказать мы живем сумасшедшим и эти люди они могут говорить все что угодно духовного мира именно закрытого для них это не касается могут сказать сейчас разные есть разные люди и формы мысли мыслящие формы это делают тоже падшие духи с умами этих людей они даже об этом никогда не догадаются они могут говорить о религиях там говорит что я сейчас даже может быть чушь несу а кого это интересует в духовном мире мы просто здесь люди как бы но есть такие люди которые об этом даже никогда не задумываются а для падших духа тоже замечательно то есть сам сатанизм он будет даже отрицаться потому что очень хорошо когда разум человека спит человек информационно как созданное господом существо да ну сам человек тело мозг там все это творение господне то есть да когда воплотился человек это очень хрупкая страшно хрупкая слабая и даже в любых возможностях возможностях создания для падшего духа падший дух обладает десятки тысяч крат высшими способностями чем любая форма существ существа которые на котором наделен человек и эти падшие духи знают это и естественно они будут раскрывать свои тайны только тем кто будет им ну то есть подчиняться а подчинение но это страшная вещь я не буду то есть люди которые связаны с дьяволом вообще с дьявольщиной по-настоящему это страшные люди то очень страшные люди и вообще по секрету скажу сатанизма не может существовать в ограничениях если открыто человек занимается сатанистом сатанизмом ему принадлежит по сути весь материальный мир для него нет ограничений если сатанист в ограничениях он не может быть истинным не может руководствоваться духом руководить и руководствоваться тоже то есть такому человеку который занимается сатанизмом до не подойдет демон высшего порядка он с ним не сможет связаться не потому что человек в ограничении которые не руководствуются правом вот этим вот этого с точки зрения духовного мира с точки зрения зла не руководствуются не делает все что повелевает ему эти духи падшие режет детей и мессы делает все такое безнаказанно причем допустим если падшие духи ему прикажут сделать сотню детей убить грудных он должен будет это сделать по-любому а как может какой-то школьник извини меня с пентаграммой на лбу сделать это это не сатанисты это просто ну это бред это просто идеология эти люди все на самом деле они погрязли сатанизм просто как в информацию но они это не сатанисты это просто бред ерунда истинный сатанист он живет чисто пороками и у него нет в этом материальном мире ограничений ему этому сатанисту в духовном мире дала это только дьявол дал князь тьмы то есть он ему дает это разрешение этот человек будет сделать все но как только этот договор клеймо это закончится этот человек идет в ад потому что все что пообещал ему паши ну паши ангел этот это все ложь как бог сказал сатана это отец ложе ну такая информация шокирующая наверное это все сущенит андрей я еще буду прислушивать конечно это все видео сразу это в голову все не заходит но о том что эти мрази могут делать я как раз тоже вот буквально недавно прочитала или увидела видео что даже они могут перевоплощаться вот эти сионисты даже дома люди вот эти да они могут это делать прям внутри вот своего поколения то есть если есть какая-то семья там брат сват и так далее они прям это могут делать то есть они уже знаю заранее что вот это вот душа там им умершего человека вот этого сиона прям сиониста она родится там в таком-то теле в таком-то его родственники вот так я даже такое видео смотрела то есть они настолько уже могут продолжать свой рот вот такие дела ну сейчас понимаешь у них сейчас классика жанра то есть сатанизм для них сейчас для тупых идиотов это просто классика жанра в том смысле что просто работа ради денег они не понимают что они попали на удочку говорится на удочку дьявола потому что они именно работают с дьяволом то есть просто через я явных сатанистов через тех людей которые убивают нас а эти люди они просто зарабатывают на каких-то поступках действиях там решениях дожди подожди андрей так вот это вот как кровь всех всех людей убиенных когда-либо она все-таки будет на чьих плечах на вот этих всех до сатанистов которые не понимают что они делают или все-таки непосредственно на этих истинных до чуваков получается что как бы вот эти истинные чуваки они ни за что не отвечают они продолжают перевоплощаться из поколения в поколение и им ничего за это не бывает я вот так вот это вижу почему бог допускает их существование по большому счету если говорить религиозно отвечу тебе на этот вопрос так есть знание есть незнание почему на человека нельзя осуждать ни единого человека вообще другой человек такой же сотворенный по образу и подобию божьему не имеет права осуждать другого человека у нас нет разницы им какой мы одинаковую с тобой ты просто женщина и мужчина ты даже негр там неважно какой-то расы все равно мы с тобой одинаковых душ души у нас они можно так сказать ничем не отличается понимаешь нас просто разные тела и если ты говоришь что-то ну на меня там допустим да твой суд не будет никогда праведным потому что ты в незнании на земле нет истины духовном мире это все знают демоны падшие ангелы они все это знают и это осуждение будет грехом получается все вынесенное решение по поводу суда здесь человеческого это все будет ложью потому что человек введен в заблуждение падшие духи настолько лукавы что они могут пойти к тебе в мозг за долю секунды изменить твои мысли и ты даже об этом никогда не узнаешь технологическая точка зрения с помощью людей это уже другое здесь то есть просто научились как-то манипулировать электросвязью там до нейронов там и тогда это с точки зрения просто технологии которые дали также паши ангел если бы не эти паши ангела вообще ничего не было вот поэтому если ты хочешь рассудить с точки зрения понимания человека такой такой вопрос на за что будут отвечать получается за какие поступки будут отвечать ну все вот за все за всех кто будет отвечать за всех убиенных людей да кто как-то как убил там пассивно там кто как что делал просто если тот человек умер там я тебе объясняю есть чаша грехов у каждого человека и это это все свешено у бога он знает каждую жизнь человека ты думаешь что просто планета вот так вот созданное каждый микроорганизм даже живет без ведома не смеши меня духовном мире все абсолютно не так бог знает даже сокращение не знаю любой монет молекулы которая попадает тебе и делится там на что там на атомы в воздухе тебе в дыхании о чем ты говоришь бог вдохнул в человека жизнь получается это уровень я не знаю как это объяснить ни один ангел таким не обладает ни один ничто никто не что только бог то есть это высшее высшее существо творец которые обладают всеми знаниями которыми наделил он наделился суще на этой на этой планете именно в этой реальности да по существу пока мы тут живы и другие существа тоже наделены этими то есть эти эти творения наделены этими эти всем тем чем наделил их бог и что ты хочешь сказать он не будет знать истину бог знает знаток истин он только знает всю истину и эта истина будет решаема богом суд его истин поистине все то что человек дел каждый человек все это взвесится и будет суд этот человек сюда или бывает и нет суда он сразу грешник отправляется в ад и естественно в духовном мире здесь если люди хотят доказать если рай или от на с точки зрения физики или с точки зрения осознания человека в этой плотности материальности естественно они этого не увидят потому что от это духовное состояние понимаешь психофизическое бог может только показать допустим в скважине дату которую посмотрели там на сколько там километрах реки ада ну это же реально нереальные люди это усопшие люди погибшие души просто это промысел божий не надо путать реальности туда и человеческое осознание понимания с духовным осознанием то есть святые старцы будут это знать они поймут о чем я говорю люди непросвещенные которые не понимают это они не будут они думают будут думать что там кричат реальные люди которые горят в огне поэтому тут же точка зрения понимания да понятно что расходится надо осознать что ну расходится с цели вследствие понимания того что мы не можем судить да что там сделал потому что весь нас процесс жизни это сплошные грехи можно так сказать по духовным меркам поэтому это все каждый наш день прожит это хоть маленький но грех понимаешь хоть малюсенький не ман каждый поступок ты там кого-то пихнул кого-то что же там прикинь это только работа для бога не для кого ни один самый умный человек тебе даже не ответит на такой вопрос потому что всем и грешные все надо покаяться покаяться почему душа спасается после покаяния потому что человек честно говорит за свои поступки тому тому кто дал это душу на не ты живешь живет твоя душа убирает тело тело сосуд пока твоя душа не погибло не выйдет с тела ты будешь жить я открою сейчас духовный секрет если человека вытащить душу он просто остолбенеет как камень все в нем нет дыхания жизни дыхание жизни есть человеческая душа если нет в человеке души это просто как тебе объяснить просто с точки зрения этого мира это набор просто электромагнитных импульс все это человеческое тело которое имеет наделенное то есть все здесь состоит можно так сказать из электричества до по законам физики работы и химии движение приводится все приводится все духом божьим по законам духовного мира душа это дыхать дыхать вдохнул душу именно дух и жизнь именно бог и все что пришло тело получается прах она уйдет в землю а душа уйдет туда то ее дал к тому кто ее дал и пока душа не вернется в человека опять если он живой его органы работать не будут потому что без души человек может так сказать мертв почему мощи не тлеет почему мощи старцев не тлеет потому что душа душа присутствует рядом с ними то есть когда будет придет христос души опять войдут в тела и они встанут поднимутся они станут опять с этими просто в духовном облище вот они встанут с манью так все будет я не имел право этого рассказывать что очень секретная информация такая ну раз я уже рассказал сейчас уже последнее время на раз ты рассказал уже она никакая не секрет да что сказать все так будет то есть просто в это сложно поверить вот серафим саровски почему праведных бог забирает быстрее чем мега чувак да серафим саровский то мишку да ну это старец великий да он прошел очень много храм построил все такое и короче ну святой поистине старец почему же бог то есть все по молитвам дано жизни так все просто уйти если у человека нет покаяния человек дольше живет если человек приходит к богу с покаянием и просит чего-то молитву то ли о смерти то ли о чем-то человек забирает душу человеческое тело остается здесь вот некоторые старцы говорят что серафим саровский придет придет сюда и встанет с телом еще до их до прихода иисуса христа почему старец придет потому что старец ушел по праведности раньше жизни он не дожил свои годы понимаешь он не дожил в господь его пораньше по милости божьей он ушел пораньше это заслуга старца он вымолил это я все хочу хочу почитать его историю многие рекомендовали но я никак не куплю эту книгу и он придет он воскреснет пораньше потому что бог попустит он даже этот старец настолько мудр он царствие небесное поменял то наши имена перекрестись во царстве господа бога иисуса христа вот он настолько мудр что он даже просил просит бога в ад сайте за грехи людей если такой святой сошел бы в ад по духовным законам он бы спас огромное количество людей здесь но бог такое не попустит потому что это промысел более по сути по сути все человечество это только промысел боже если бы не было промысла божьего человечества вообще не существовало бро бог когда спустился спустил людей сюда на землю ноги вывел сюда и после кайта он сугубо просто разозлился просто разозлился на людей на свое творение можно так сказать разозлился и ну в плане разозлился бог есть любовь это понятно злости злости бога у бога быть не может это называется по-другому прогневался прогневался а потом по мигу помиловал спустит своего сына пожертвовал своего сына свое высшее творение которое наделил ну то есть вообще это для ангелов это конечно господь бог это он превратил человека получается создан человека христа господа бога иисуса христа которого посчитающие с ангелом потому что он господь не приняв его никто не сможет войти в рай потому что если кто не знает законы духовного мира то в этом мире именно именно господь созданный по человеку ну по поводу образу человеческому то есть сам христос он наделен там получается выше чем любой любой херувим выше чем любой серафим там выше чем любой архангел люцифер там неважно кто там падший ангел то есть бог ему передал почему назвал своего сына почему он приравнивается к богу почему люди не могут этого понять он передал ему все свои качества всю свою все свои силы то есть как бы вот так почему его славят славят ангелы архангелы даже если он в человеческом обличье он дал дал показал все кто не знает информации я цена утомил он просто показал не я наоборот это выдох облегчение продолжай просто показал людям что я создал человека не не людям ангелам всем ангелам вот это же ангел будешь потому что у тебя определенная миссия ты столкнулась с этими силами что у тебя надо жизнь свою вот эту миссию выполнить пройти свою жизнь ты получишь потом венец свой у тебя будет определенный там подсчет за то что ты подну послужишь господу богу если ты отрекешься конечно ну не сделаешь свою миссию как но я не знаю на все воля божья да и тебе надо будет тоже покаяться в этих грехах то есть не уйти с этой дороги вы короче выжить в этом мире то есть до спасти свою душу потому что до дожившие до конца спасется а если уйдешь свернешь то ты перейдешь на сторону либо дьявола либо совершишь грех то есть уйдешь жизни да то есть для каждого человека у бога свой замысел но фишка в том что когда появился вот этот господь бог иисус христос когда он пришел на землю ангелы же пришли ну с ними естественно архангелы они сюда сына человек ну когда он стал сыном человечком воплотился тут в эту плотность до пришел ангелы помогли богу все творцу то есть воплотить сына человечеству почему они его чтут потому что ну прикинь злые ангелы его ненавидят за то что он творение господь и он падал подобен человеку они его презирать ненавидят то есть да падшие духи от сатаны и прикинь люцифер это самое высшее творение бога было он его ненавидит потому что он подобен господь бог подобен тебе и мне почему он сказал вы мои дети вы мои дети потому что все так устроил отец небесный то есть тот бог тот бог которого которому поклоняются мусульмане это я сейчас открываю все тайны духовные которых тоже не понимает человечество мусульмане еще кто-то ты думаешь бог жесток бог не жесток он эти все молитвы берет к себе просто он попускает там определенное то что они веру во христа не приняли он определенное там попускает и каждый сможет там по его меркам спасти душу это таинство духовные об этом знают будут знать кто бы я тебе сказал об этом знает только бог и либо старцы те которым бог откроет даже я этого не могу узнать а старцы это те люди их выбирать не по годам и еще расскажу а по знаниям знанием духовным вот по мудрости поэтому я тебе скажу еще такое вот эти падшие ангелы именно ненавидят христа за то что он создан по образу и подобию человека воплотился здесь они его ненавидят и как он обхитрил ну дьявола то есть умер как бог все создал сделал он умер чтобы спуститься в ад освободить праведные души в этом облище поняла теперь почему ненавидят падшие духи то креста ну а он превратился в человека потом он уже спустился в ад потом он когда сада вышел было вас ну его воскресенье на третий день он имеет этот он не архангел не херувим не серафим не этот не какой-нибудь ну то есть не тот кто имеет власти ангел какой-то он богочеловек он бог он час сын божий он уже давно ну он как всегда его закон духовно всю жизнь работает даже спустя 2000 лет неважно он нас слышит прекрасно все знает просто в духовном облище и он имеет ключи от рая и ада этого нет ни у кого не у архангела ни одного ангела он имеет силу бога почему он бог почему всевышний сказал если вы не примете сына моего вы не примите меня а если вы хотите спасти свои души примите имя его и поклонитесь ему почему все некоторые люди этого не понимают и же объясняю почему мы должны поклониться господу богу потому что у этого бога человека когда он здесь был но сейчас он истинный бог воистину да простите меня господи наказать он может тоже меня если я не буду слушаться его то есть все это законы духовного мира и они сущие эти наказания есть действительно потому что тех кого он любит он наказывает наказывает как он имеет такую власть потому что иисус христос имеет на это власть потому что ему дал отец его поэтому если я что-то согрешу я должен у него попросить прощения у него именно потому что он мой бог я не могу иначе если я не смогу попросить его прощения у меня просто не поймет ну как бы я не имею на это прав а жизнь грешника состав с колена каина получается это уже другое он служит сатане а имя христа он вынужден уже получается хулить потому что они ненавидят христа и ненавидят истину вот и вот когда он вышел оттуда он и по сей день это бог он имеет ключи от рада и от рая от ада он построил дал рай то есть апостолов дал все эти кто вводил это все православие это все его духовные каноны духовные каноны от бога он просто это все превратил здесь как будете объяснить в жизнь то есть все эти таинства и ритуалы принятия там чего-то там чаша чаша с вином это кровь христова хлеб ты же понимаешь этот все этот этот бог христос сделал это именно он это его задумка поняла теперь это бог сделал он передал эти таинства и сделал это таинством просто он же тут не может действовать христос сейчас не может тут действовать он уже все он на небесах в раю и там наши твои души твоих родителей они все там они сейчас нас видят то есть все это правда это все в духовном мире и также есть а там души грешников они там там ну там ничего им не дано им дано там только страдания за то что они хулили бога там кулили там погибали эти души а все те души которые умерли раньше христа он их освободил получать освободил то есть они в раю души праведных у души грешников то есть на все это знание бога уровень бога это невозможно понять настолько все сложно понять то есть и ангелы херувим и вот эти вот серафим и архангелы они чтят чтят творение господа потому что господь сам отец иисуса христа получать который имел власть создать такое творение до создать бога своего сына дать людям на спасение чтобы тот понес за наши грехи за все наши за наши осознание понес все взял свои грехи на наши грехи на кресте точнее он наделил его такой вот властью и за что его ангелы чтят а падшие ангелы если его взять как человека до который был на этой земле присутствовал да не его ненавидят настолько в них злость настолько потому что мы как человеческие творения любимы богом мы любимы бога настолько понимаешь нас господь возлюбил больше чем их даже и потом когда было восстание этих архангелов короче люцифера они все отправились ват вот которые восстали против бога он 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 вас возревновал короче он не захотел быть ниже его гордость не позволило что творение таких как адам его творения господне стали стали он полюбил типа бог полюбил свои творения больше чем каких-то там больше чем люцифера каких-то ангелов архангелов то есть он полюбил свои творения вот этих вот людей в дымовском саду больше чем больше чем но это люцифера топаши хирурги почему он такой вот он был самый там умнее все такое но Из-за ревности вот этой вот он отправился в ад, из-за гордыни, короче. Его гордыня это страшный грех, потому что он возомнил себя Богом. Но он знает правду, он не хочет каяться. Он знает правду, он должен покаяться. По духовному закону он должен покаяться. Он не имеет права не покаяться перед Богом. Никто не имеет права не покаяться перед Богом из ангелов. Потому что если ты совершил грех, ты должен прийти с отчетом к Богу и сказать, я совершил грех. То есть я каюсь, Господи, у меня там такие вот, такие вот. А Бог же знает все мысли. Это уровень Бога, как Архангел может в Херувим не чтить Бога и возвысить себя выше Бога. Это невозможно просто. Все мы творения Божьи и люди в том числе. Падшие духи знают этот закон. Люди, они не могут понять такого, потому что в них не заложена информация, в них заложена информация только с рождения, вот эта вот плотская информация. А такие люди, как я, как ты, мы рождаемся с определенной миссией уже получается. В нас заложена другая информация. То есть у нас по жизни получается, видишь, что мы более приближены к добру, к осознанию жизни в другом ракурсе вообще. Мы не понимаем зла от того, что происходит, как такое возможно. А в этих людях, которые со стороны Каина, которые заражены даже с точки зрения земной, у них другая даже ДНК, у них другая ДНК, потому что у них нет, в них не укладывается такая информация. В них укладывается информация, только порочная вот эта вот информация зла. Если ему зло приносит добру, ну, хорошо делается ему от зла, от убийства там, если он за убийство получит деньги, а ему пофигу. Классно, значит. Если ему демон какой-то даст чью-то душу, скажет, попросит у него чью-то душу, допустим, скажет, вот ты за убийство получишь миллион долларов. Он убьет человека спокойно, в порядке вещей. Но этот же человек, понимаешь, он не воспринимает другого человека, как создание творения Божьего. А это великий грех, ты чё? Вот смертный грех не прощает Бог. Еще Бог не прощает, ну, не пока не раскаянный грех. Бог просить может любой грех, если покаяться. Так, ну, значим, так работает духовный закон. Но, со Слово Божье, это не мои слова, это со Слово Божьего. Бог это все написал для людей. Вот, передал своим ученикам. А потом ушел от нас, чтобы мы посмотреть, что мы тут, как мы будем развиваться. Как мы тут развиваемся? Никак. Больше стало сатанистов, а Божьих людей нас просто истребляют. А если нас уже истребляют, то придет тот Творец, который нам это дал. Вот так вот. И что я уже сбился немножечко. Я хотел сказать то, что, короче, тот человек, который нарушает Божьи заповеди, именно те, которые написал Творец, он совершал глубокую ошибку, и в целях своего неразумия он обрекает свою душу на страшные муки, на страшные муки, в озере огненном, уготованном для падших ангелов. Падшие ангелы, именно были с озера, это огненный ад, был сам создан для падших духов. Потому что падшие духи должны быть скованы. Это закон Бога. То есть, они должны находиться в рамках. Для них есть огромные ограничения, и они должны подчиняться закону Бога, закону Господа, отца моего. То есть, мой отец, это Иисус Христос, получается. Твой тоже. И нет выше его ничего, потому что ты его творение. Если ты будешь думать иначе по жизни, то это лишь твое разумение, твоего осознания этой жизни. Но с точки зрения его, он будет за тебя плакать и думать, как-то неразумно просто. Тебя надо встать на путь истины. Будет пытаться тебя изменить, потому что он тебя любит. Бог знает наши сердца. Бог у нас, можно так сказать, в сердце. Но я не буду углубляться в законы Бога по поводу этого. Но любовь Божья у нас в сердце, она постоянно с нами присутствует. Но ничто грешное не коснется Господа никогда. Ничто непорочное никогда не посрамит Господа. Это законы духовного мира. И они нерушаемы никогда никем и ничем. И это все, что знает Бог, будет исполняться. Хотят, хочет кто-то этого, не хочет. Даже приход Антихриста, это промысел Божий. Промысел Божий. Так работает закон Божий. Все это сделал Бог. Только Бог. Если бы он захотел уничтожить сатану и его скверну, все, что находится, все зло, которое он скопил за это все время, для Бога это лишь буквально, но это уровень Бога. Ты понимаешь, о чем я говорю? Это секунда дела. И ада нет. Он закрыт навечно, навеки. Но так как мы существуем, все ради нас, ради его творений. Поэтому он послал своего сына на страдания, для того, чтобы спасти наши души. Почему он пришел? Если бы Христос не пришел сюда, на землю, не воплотился в человека, не было бы рая. Поняла теперь? То есть, если Христос пришел сюда, есть рай и есть спасение души. Если бы он не пришел, не было бы ничего, был бы ад, демоны бы владели людьми, и их души оболганные шли бы в ад на всю жизнь. Ключи от ада были у Христа. Он спаситель душ человеческих воистине. Аминь. Андрей, я благодарю тебя за всю твою речь, за все, что ты сказал. Все, что ты сейчас созвучил. Оно во мне настолько созвучно, что я даже не буду акцентировать на этом свое внимание. Тем не менее, пользуясь случаем, я сейчас нахожусь в ротонде, мне несколько дней в интернете пестрели страницы, в интернете пестрели о том, что ротонда это какое-то очень загадочное, мистическое место перемещения порталов и так далее. Прошу прощения. Я прошу прощения у тех людей. Я прошу прощения у тех людей, возможно, которым я вольно и невольно причинила какое-то зло или неудобство. Ради Бога, меня, пожалуйста, простите. Вот. Я согласна со всем тем, что Андрей сегодня вот прямо сейчас озвучил и уверена насчет того, что действительно Бог есть и каждой душе он дает шанс на не знаю, на спасение, на то, чтобы выбраться из той ситуации, в которой они оказались и далее служить человечеству, служить построению того мира, который нужен этому, господь богу. У меня сейчас просто абсолютно пустота в голове, мне больше нечего добавить, Андрея, вот правда, огромное тебе спасибо за ту работу, которую ты проводишь. я сейчас вот такая счастливая опьяненная, пойду домой, выпью за тебя чашку чая, вскипячу и пойду спать. Вот. Как-то так. Мне кажется, что мы на довольно оптимистичной ноте заканчиваем нашу беседу. Да. Благодаря тебе и, наверное, немножко мне, главным образом тебе, вот, дай бог, чтобы твое дело, твое начало, в этом психотерроре и так далее, получила большое развитие, большую поддержку со стороны, в том числе и высших сил, и обычных людей, конечно же. Мои пожелания по поводу высших сил, высших сил не надо так говорить. Почему? В общем, когда человек так говорит, он призывает высшие силы в поднебесе, то есть в поднебесе демоны и это ошибка глубокая. Однажды я так сказал, у меня начался психотеррор, кстати. Тогда как нужно желать? Скажи, пожалуйста, от себя? Нет, только помощи Божьей. Надо говорить всегда, ну типа помоги тебе Господь, вот так надо говорить. Помоги тебе Господь Андрей. Спасибо, храни тебе Господь. Благодарю тебя тоже, храни Господь. То есть я могу этот нюанс пояснить, а иногда от отчаяния демоны ждут, падшие ангелы ждут получается согласие человека, когда он вступит в их сеть. Это делается, когда разум человека вводится в заблуждение, что существуют какие-то высшие силы. Но это глубокое заблуждение. Высшие силы это и есть падшие духи. Когда человек их сам призывает, говорит, ну так как ты выразилась, эти падшие духи могут к тебе подойти. Ты открываешь им двери для себя. И они когда к тебе подходят, они могут владеть тобой. Они подходят тогда, когда человек не имеет крестного знамения. Если ты имеешь хотя бы в день один раз как душа крестное знамение, они к тебе не подойдут. Но если ты ничего не имеешь на себе и не носишь креста, они спокойно подойдут к тебе и войдут в тебя. Ты даже об этом никогда не узнаешь. Все единственное, что это слово. Почему вы забыли, что вначале было слово и слово было что? Кто? 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 Бог. Вначале было слово и слово было Бог. То есть мораль очень естественна для падших демонов. Они пользуются этой моралью. То есть если ты хочешь призвать эти силы какие-то чтобы тебе помогли, всегда говори Господи Иисусе Христе помоги мне грешным и всегда тверди Господи Иисусе Христе помилуй мя грешного то есть это помогает спасти твою душу с каждым шагом ты будешь думать и не будешь нарушать связь с Богом имя Христос это очень влиятельное имя в духовном мире его боятся очень духи подшед демоны они очень боятся этого имени то есть он их посрамил он их поставил на место они ненавидели его как божье творение а тут его имя они его страшатся то есть на самом деле так все и работает людям надо давно это понять эти простые истины никаких высших сил нет высшие силы это и есть падшие демоны падшие духи духи сатаны нельзя обращаться к ним ни в коем случае а это настолько хитрые лукавые демоны у них есть как это объяснить возможности неосознание человек они могут войти в тебя за доли секунды побыть у тебя поковыряться в тебе нарушит равновесие твоей души изменить они могут изменять ближайшее время так как они это духи времени у них есть разные власти такие же власти как у архангелов ангелов со светлой стороны то есть да со стороны бога у них есть тоже свои законы и свои чины они могут подчинять себе траектории и они могут манипулировать тобой потом спокойно то есть они могут сделать себя своей рабой они могут подчинить тебя и ты будешь именно подсажена нас тут у нас на что-то допустим на алкоголь высшие силы падшие духи они не способны пойму помочь человеку их природа это природа зла они сделаны для того чтобы разрушить человека ни один человек который служит падшим духом ничего и на самом деле не получает он получает только убийство души разрушение тела приступ наступит только тогда когда закончится то время выделенный участок времени в духовном мире для этих падших духов когда этот выделенный участок времени в духовном мире закончится часы остановится там этот человек вынужден будет ответить за все что он сделал а сделал многое и главное он дал свой доступ свое тело свое тело как сосуд и этим они воспользуются чтобы погубить душу тогда они губят тело и человек отправляется прямиком в ад они его хватают и он отправляется его душа отправляется прямо в серное озеро я рассказал правду все это так и есть если мне кто-то не верит ваше право люди с других религии вообще можете меня не слушать и так далее это ваше право у вас свои мысли но вы тоже люди храни вас всех бог вот плане того что люди других религий потому что они возможно смеются там это их право у них то есть переубеждать их никогда не стоит и не надо у них свои свои мысли и своя мера осознание бог каждому дает ношу по себе если человек не может что-то унести значит за это воля божья потому что осознание этой жизни даже с точки зрения человека на все воля божья абсолютно поэтому нельзя винить в чем-то даже самую мелкую букашку потому что промысел божий сотворяет в сердце человека именно именно даже ту первую мысль с рождение человека чтобы потом уже началась его вся жизнь вся жизнь каждая секунда жизни это промысел божий вот промысел господа бога иисуса христа вот вот таким антре ради бога что призывая на помощь всегда говори господи иисусе христе помоги мне грешный вот так говорит и он тебе поможет бог хорошо бог своих никогда не забывает никогда не бросает то есть потому что если твое тело проживает в недостатке в каком-то значится твой венец славы он сияет там еще и быстрее то есть лучше и лучше почему улики ангелов они святы то есть так светится на лик боже вообще посмотреть нельзя так это же заслуга это же заслуга это заслуга в духовном мире которую ты получил андрей ты не знаешь и что мы в этой жизни не должны также стремиться к лучшему понимаешь это не значит что мы сейчас должны сдаться и жить в какой-то бедности в какой-то нищете и прочее я только хотел тебе рассказать чем больше ты творишь добра ради именно ради души и не ради тела стремится можно хорошо ради тела но если ты забудешь про душу ради чего ты будешь стремиться тебе надо осознать что чем больше ты делаешь добра для спасения души помогаешь людям сделаешь добрые поступки выносишь вере не какие-то жизненные живешь недостатки наоборот воспринимаешь все что тебе дает жизни это да тем больше ты делаешь для души вот этой вот сияние своего вот этого венца славы который предпишет потом все господь это так устроен так устроено все именно богом если ты будешь стремиться рядом для материального то есть пусть стремится идти с материальным миром делать что-то для тела именно то это тут тобой вла овладел дьявол потому что отец дьявол всего материального я как-то рассказал и это было не мое выражение сатана самом деле люцифер он может вместиться даже в песчинку и прикинь сколько песка на свете и он может быть где угодно то есть понимаешь это падший дух он может писать песчинку вместиться вот он сейчас был в этой песчинке через секунду он уже в песчинке на в рио-де-жанейро день и он может подойти к любому человеку завладеть им по степени его греха из падший ангел это не шутка это страшное зло совершенное и он и он может дать все ты вспомни как этот падший люцифер искушал иисуса христа он сказал поклонись мне я дам тебе все андрея андрея господи это боже мой я только что вспомнила такой эпизод своей жизни когда мне буквально тот же пишка нет я не хочу он сказал поклонись мне и ты получишь все богатство мира так тебе может сказать любой человек так себе у меня был человек который мне это говорил я клянусь тебе у меня был такой человек женщина в чем людям надо понять что этим человеком владеет падший дух именно с дьяволом завладел и он пытается завладеть тобой потому что он руководим этим духом он ему дает деньги в славу вечность ой не вечность вечное богатство вот эти вот все живет он тут типа его жизнь одноразово почему он с колена каина становится потому что он душу продал вечность его будет в огне а тут получил земные богатства но эти земные богатства на один раз вот в этом весь секрет и этот человек он знает если он сатанист вообще по сути сатанисты знают все эти термины и оними пользуются им надо завлечь человека дать и чтобы он согласия свою дал на эту жизнь а потом им пользоваться до конца дней он будет сатанистом прислуживать что там делать губи другие души но тут он будет богаче но что будет потом потом эти падшие духи они плюнут в него и завладеет его душой все глобальный обман и столько душ идет в ад что просто невыносимо половина человечества в аду горит и не как все никак они не осознают что спасение в исусе христе они не могут понять что страдания это было на благо души то есть страдания это не потому что мы нас бог наказывает наоборот он пытается так на спасти избавить нас от этого тела грязного под место соглас под кого от грехов но люди они настолько настолько уже ну развратились им надо когда больше 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 секса разврата больше там всего побольше но только забыли про душу а душа это что это тоже чем я те весь этот рассказ рассказывал нужно с тобой проговорили наверное почти три часа андрей если честно меня разыскивать начинает я наверное тогда уже пойду потому что я не могу я благодарить за эту конструктивную беседу спасибо храните господь все у тебя тоже а и